знаешь как я узнал про этих сепаратистов тебя скидывал уже из этого из петропавса который жара смотрите я такой еще не понял что такое думал какие-то клоуны но в итоге короче я так посмотрел и там скинул тебе туда-сюда потом короче еще раз жахнул мне пишет потом я этот свитер кинул конечно дичь это ты их посадил да их никто не помню посадил еще не посадили себя в одно в одну очень мягкую но теплую субстанцию какие по этому поводу думки были у вас что что про них думать то ну люди живут вообще какой-то старом дискурсе которые абсолютно как бы существует автономно то есть они в принципе люди которые живут своими мире и этот мир как бы для них реальность поэтому как бы когда эта реальность столкнулась с настоящей реальностью произошло вот то что мы увидели нет но просто там же вопрос был такой что появились другие группы оказывается нашли сразу где-то там в павлодаре в воскомении в таразе я вот окей я могу представить что там на севере казахстана выше там 48 казахской параллели да там такое может быть но таразе собирается люди которые не верят что есть республика казахстан у них там голове суверенная казахская на этот советская республика союз советский союз как это работает ну мне кажется мы на самом деле плохо знаем казахстан то есть мы у нас был не надо такой скандальчик что ну в фейсбуке один из известных историков взял да поддержал то есть казахстан известный историк который взял да поддержал путина тот он же против лгбт это как бы которые на дальних рубежах нас защищает то есть поэтому вот пусть это все на дальних тылах да ну вот именно и соответственно и этот человек на самом деле представляет какой-то комьюнити которая вот принципе существует и я думаю что таких людей немало просто проблем в чем у нас касается нету открытой социологии мы не знаем общество которым живем если в россии там что-то до более-менее есть там хоть правительственные хоть антиправительственные но что-то более-менее ты представляешь даже если это формирующая социология которая принципе пытается сделать картинку которой нужно а п у нас же этого просто нету то есть у нас когда вот были хорошие исследования нашего коллеги селика и социолога про то что как относится украине у всех был шок у тех кто считал что казахстан за украину у тебя считал что казахстан против украины Оказалось, что там совсем другая картина выходит. И поэтому отсутствие такой открытой социологии, оно и повергает людей в шок. Потому что люди за десятилетия предыдущие научились жить в своих информационных пузырях. В Фейсбуке. И когда они увидят, что оказывается у кого-то другого есть свой пузырь, который с ним не совпадает, то у них вот такой шок и наступает. Мы не знаем Казахстан. И, возможно, действительно где-то в некоторых городах могут быть какие-то настроения, которые нам в Астане тут не совсем непонятны. Вот эти вот сепаратисты. Мы сразу же вспоминаем вот эти уроки истории. Там какой-нибудь Уральск 91-го года. Вы помните его? Я помню, как считаю 90-х годов. У нас была другая ситуация немножко. Гоу-гоу, расскажем. То есть, во-первых, у нас кажется, почему область упразднили. Все депутаты, которые были избраны в городской совет, фактически они были как бы не казахской национальности. И частично часть из них считалось, что будет выступать потенциально против территориальной целостности. Ну и говорили, что к нам Лимонов приезжал, но фейсборщики его сдали и обратно отправили. По-моему, в Устангольске был, по-моему. И обратно отправили, как говорится. Который умер, да? Да. Который с черным зажигал. С черным в Америке, да. Бомжом. Да. И вот, в принципе, таких рассказов много было. И там это все чувствовалось. Причем надо понимать, что, например, когда я начинал в школе учиться, первый класс, у нас, кажется, двое казахов было. То есть немцев, татар и других национальностей. Мы пятые, кажется, были по количеству людей в школе. Как вы, русские, украинцы, немцы, татары и казахи? У тебя тоже так было, Арсен? У меня было где-то, наверное, из 42 человек или 39, нас казахов было 6, по-моему. Нормально. Ну, я-то уже как бы... Паинка проходите. Уже столица проходила, да. А в Уральске, по-моему, дошло прям до того, что там были... Ну, есть такие слухи, да, там. Если я... Давайте немножко вспомним, да, там казачество отмечало какой-то свой юбилей опять. То ли присяге царю, то ли, наоборот, основание казачества, яицкого, так называемого, уральского. И там очень круто было, что консолидированная казахская молодежь, и не только молодежь, они там вышли с плакатами, начали мирно противодействовать этому всему, там, высказывать свое мнение, и это просто повергает в шок, потому что сейчас я бы этого не видел, как бы так взяли, вышли спокойно и так далее, и тому подобное. Но там говорят, что ситуация была прям очень серьезная. Как и в Ускеменогорске, то есть в Ускемении, там уже Лимонов, по-моему, был непосредственно, потому что такие же акции были в Крыму же в то время. Помните, Севастополем, по-моему? В Симферополе? Не помню точно. Помню, Севастополь, кажется. Вот, поэтому вот эти вот, как болячки сепаратизма у нас, они отвлекаются очень сильно. Но насколько реальный, на самом деле, вот этот вот риск сепаратных настроений, как вы считаете? Я думаю, что уже, на самом деле, он все с каждым годом будет снижаться. И к вопросу, условно говоря, к 30-м годам, мне кажется, он уже абсолютно сойдет на нет. То есть, почему? То есть, смотрите, на самом деле, вот это очень хорошая история, как бы, про то, как Казахстан избежал вот этой кровавой бойни, условно-гражданской войны, в 90-х годах. То есть, если брать вот прогнозы экспертов, которые выстраивались на неких показателях, то Казахстан был кандидатом номер один на гражданскую войну. То есть, индекс этнолингвистической фракционизации у нас был больше, чем во всей Союзе, и больше, чем в Африке 60-х годов, когда там больше половины стран ушло в гражданскую войну. Ну, условно, конг какой-нибудь, да? Да. И, соответственно, вот, это самый главный момент. И тут нам повезло в определенной степени, что у нас был хороший госаппарат. Я говорил с людьми, которые работали в это время в управлении внутренней политики по акиматам разным. Так они еженедельно держали, ежедневно даже держали руку на пульсе. То есть, что, где случится, где, возможно, забастовка. Это все работало. Я не знаю точно, как это работало, а говорят, что эту систему построил Ташин. То есть, внутренняя социология, которая все выстраивала и контролировала это. И во многом, наверное, это его заслуга. То есть, как раз это тот момент, когда человек, ну, как бы, от того, что он ушел из науки, это, как бы, хорошо для государства оказалось. То есть, у него был выбор идти в науку дальше, там, на Запад уезжать, либо вот идти в АП. И вот говорят, что он ушел в АП, и эту систему он выстроил. И эта система привела к тому, что наша политическая элита была очень сильно хорошо информирована. И я по этим рассказам слушаю и вижу, что люди, которые там работали в отделах внутренней политики, они все потом кто-то кем-то стали. То есть, они действительно высокого уровня были. Там был высокий человеческий капитал. Они все это хорошо отрабатывали. И это все была работающая система, которая позволила Казахстану пройти мимо всех. И без вот таких всех эмоциональных вещей. Потому что те страны, которые первыми побежали за независимостью, они получили гражданские войны. Если бы Казахстан первый объявил о независимости, и общество не было в том виде, в котором мы видим его сейчас. Потому что это было легко. То есть, там был, считайте, весь сарай заполненный порохом, одну спичку кинь, и все, взорвется. То есть, вы считаете, то, что одно время мы были последней страной, которая вышла из Советского Союза, и одно время мы сами были Советским Союзом, как будто бы. Три дня. Это не отсутствие политической воли и трусость, а какая-то прям дальновидность и вот эта вот политика. Политика основанная на внутренней социологии. То есть, люди, когда принимали решение, они думали, хорошо прорабатывали это. И на самом деле, психологически, это вот как объяснить. Представьте, если вы начинаете говорить за независимость, то есть, что-то, люди, которые живут тут, начинают сразу возмущаться. Как независимость? Мы тут страной были. И начинается вот как бы открытое столкновение. А, напряжение. А в чем была политика вот этого такого лавирования? Она заключалась в том, что мы делали вид, что вот мы хотим реально быть в составе Союза. Мы последние выходим из Союза, из рублевой зоны, что-то там инициируем и Российский Союз. Но на самом деле, это вот было просто показать, что мы хотим. Оно же само шло, как Титаник на айсберг. И просто вы как бы не провоцируете людей. И в итоге так выяснилось, что те люди, которые потом не приемлили это все, у них было... То есть, они хотели быть с Россией, но Россия их вечно кидала. Она вышла из Союза, она вышла из рублевой зоны. Евразийский Союз им в 1994 году инициировали, они на это забили. То есть, все. То есть, у них теперь идет, получается, разочарование нет властей Казахстана, а от власти России. И это приводит к тому, что мы хотели... А нас не взяли. Ну и все. И эта политика, она на самом деле сыграла большую роль, мне кажется. Я все время говорю, Хазалжар не просто так. Я большой поклонник идеи переименования этого города. Как вы считаете, уважаемые коллеги, товарищи? Я считаю... Ну, я как бы сам с Союза Казахстана. Я считаю, что рано или поздно его переименуют. То есть, ну, я думаю, в 30-х годах где-то. Ну, 35-е, возможно. Ну, когда поменяется там какая-то демографическая... Просто это зависит от демографических характеристик. Единственный момент, что меня напрягает, что, на самом деле, это должно быть решение, которое будет исходить от жителей этого региона. Конечно. То есть, нельзя навязывать другим людям, чтобы они вот так делали. То есть, у нас говорят, а давайте Казаларду переименуем. То есть, если Казалардинцы будут за, например, то пожалуйста. То есть, и то же самое, например, вот нас, когда переименовали в Нур-Султан, нас вообще кто-нибудь спрашивал? Никто не спрашивал. Ну, мы помним бездергию, не все такое бездергию, петиция холгоидых. Да, петиция волды. Петиция холгоидых. Ничего, нахадамбултых. Письмо 11 я это назвал, по-моему. Да-да-да. Нас никто не знает, кто там вообще был, это неизвестные люди. Там потом мы же собирались, мы же искали, они, оказывается, по рекламенту должны были в каком-то местном газете... Астанах сама. Да. Должны были объявить, что съезд был и с жителями согласовано. Оно вышло после, но задним числом. Помнишь, мы нашли эту газету? Вечерний Астана, Астанах, Шамай, две такие версии. Но мне еще прикол, как Запад сопротивлялся переименованию улиц Назарбаева. Да? То есть, да. Они смогли. Да, три города фактически. Октаву просто кинул, потому что у них там все по цифрам. Ты называешь три цифры, и вот так не доживешь. То есть город... Твоя магия здесь не работает. Уйдут от района, дом, квартира. Вот это твой адрес, как говорится. А улица, ну, хотите, привем эти какой-то, что нужно им. Ну и все. Я думаю, в Ак-Тубе и в Атрау люди, которые принимают решения, они специально дали такие названия, Сатпаева и Абулхир, кажется, или кого там, для того, чтобы народ возмутился. То есть, ну как, где Сатпаев, где это, а где этот, получается. И, соответственно, они получили то, что хотели. То есть, это вот такое сопротивление. И Центр уже бросил. Ладно, фиг с ним. Эти не принимают, ладно. Лучше Запад не трогать. Ну его нафиг. Сказали они, и потом забыли про это на Хантар. 16-й год, вот, Хантар. Все помнят. Так что, вот тут, на самом деле, такая ситуация с этими переименованиями. Это должно все-таки ориентироваться на население этого пункта. То есть, надо ждать, пока ситуация демографическая на севере чуть-чуть изменится. Не только. На самом деле, нужно еще заниматься работой, условно говоря. То есть, то население, которое там проживает, оно может быть разным. То есть, у меня там живут куча родственников. Кто-то там смешанные казахско-польские семьи, казахско-белорусские, там, казахско-немецкие, там, еще какие-то. То есть, просто работа должна быть такая, чтобы это все люди, как бы, понимали, что та реальность, которая происходит в Казахстане, это их реальность. Они вот не жили вот... Либо мертвыми государствами, либо чужой повесткой. Ну, я помню, у вас статья была, кажется, на газете, вы говорили про четвертый жуз. Это ваша же статья, да, вроде? Ну, это, на самом деле, термин-то не мой. Я же сейчас сам уже не помню, что я там говорил, честно говоря. Но, по сути, у нас в Казахстане вот есть обратная сторона вот этой политики, которая шла в 90-х годах. У нас, на самом деле, в 90-х годах не было никакой конкретной политики по национальному строительству. Просто была все заморозка. Вот лишь бы оно не развалилось. Пусть оно будет в замороженном виде, а там уже, когда начнет оттаивать, мы там что-нибудь придумаем. Это вечно откладывание, получается, на потом. Но ситуация-то поменялась, на самом деле. И, мне кажется, это сильно поменялось после Крыма. И начали люди уже по-другому думать. Но, на самом деле, с точки зрения глубинных стратегий по выстраиванию каких-то новых концепций истории, их нету. Понятно. А вот этот вопрос, который обычно задают при переименованиях, при различных вот таких вещах, неужели у нас больше в стране нет проблем? Это тоже часть советского дискурса старого, когда тебе неугодные вопросы... Это про язык, это про все, на самом деле. Про все. То есть, про женщин, про домашнее насилие, про феминизм. У нас что, в стране нет других вопросов? Да. Знаете, вот это в психологии называется рефрейминг. То есть, изменение рамки. Вот вы даете одну рамку, они говорят, мы сейчас поставим в эту рамку что-то и еще что-то. И будем это сравнивать. И когда вот начинаешь вот такое выстраивать, получается черно-белая картинка. Либо то, либо это. А на самом деле это чисто манипуляция. Да. То есть, я вот по студенчеству помню, как у нас парни любили как бы разводить девушек на распитие спиртных напитков. И говорили, вы что будете, водку или коньяк? То есть, человек оставит безлетротивный вопрос. Либо то, либо другое. Ну, понятно, что девушки выбирали коньяк. Ну, и как бы... А может, они вообще не хотели пить, честно сказать, по большей части. В 90% слушать, я уверен, что так и было. Ну, вот такая манипуляция. Поэтому такой рефрейминг, это на самом деле всего лишь попытка манипуляции, выстраивания того или другого. То есть, потому что на самом деле жизнь-то многообразная. А встраивание в один кадр двух вещей, которые вот выгодно продаются, как тебе нужно, то есть, безлетротивный вопрос, соответственно, это попытка манипуляции. Это когда тебе говорят... Ты говоришь что-то, что-то на самом деле плохо, а тебе говорят, а знаешь, в Африке вот дети голодают и умирают. И ты, конечно, свои, когда проблемы сравниваешь с умирающими детьми в мухах, то проблемы кажутся маленькими, но от этого они лучше на тебя не становятся. Поэтому, да, эти когнитивные искажения и манипуляции с ними, это, конечно, интересно. Мы, в принципе, сейчас много же переименовываем. То есть, это вопросы улиц, вопросы населенных пунктов побольше, поменьше, целой области хотят переменовать. Пока чемпион Астана. Астана всегда чемпион, да. На гран-при у него. Вот, как это делается вот сейчас? Как вы считаете, насколько правильно, с исторической точки зрения? Ну, все-таки должно решать население, раз. Второй момент, что на самом деле, если вы в кого-то переименовываете, вы должны этих людей давать про них информацию. Я думаю, что если мы возьмем вот эти 2000 улиц Алматы, должен быть какой-то книга, в которой хотя бы на одной страничке говорили, кто этот человек. Потому что часто мы просто не знаем, кто этот человек. То есть, у нас вот в случае люди, которые в Алматы бывают, они бы всегда думали, что Роза Бакиева – это женщина. Роза – Бакиева. Ну, то есть, это знаменитый анекдот про Алмату. Ну, и вот Мухант Тулебайфпар. Тулебайкадидоми. Ну, да, либо Кишидина. Я думал, то есть, многие люди там думают, Рашид Адин, Кишидин, может, еще кто-нибудь там. Джалладин. Кишидин. А это Геннадий Нурписов, оказывается. Аладдин, ахе. Ну, вот, соответственно, необходимо, чтобы люди понимали, где они живут. То есть, возле Евразии есть улица Петрова. Кто это Петров? Кто, кстати, Петров? То есть, кто знает? Ну, никто не знает. А кто такой Климент Тимирязев? Нет, Тимирязев-то известный чувак. Чем? Ну, я просто не знаю сейчас. Тимирязев, по-моему, он путешественник, нет? А, окей, тема. Это не мой период. А, подожди, подожди. Или он революционер. А, да, Климент? Тогда он этот этнограф, скорее всего. И на самом деле, получается такая вещь, что если вы не знаете, через кого улицы названы, то это как бы трудно понять. И то есть, по всем этим людям в каждом городе должны быть объяснения, кто этот человек, чем он был интересен для города, чем он полезен, и почему именно ему улица такая присвоена. То есть, без этого мы будем получать так, что у кого админресурс, тот и будет своих предков записывать в это как бы... А вам не кажется, что вообще надо избавиться от имен? Любых. И пронумеровать, как в некоторых штатах Америки. Как Японии, наверное. Ну, мне кажется, трудно это будет сделать. У нас такая планировка. То есть, у нас, кажется, в Шимкенте самое большое количество улиц. Но это связано не с тем, что он больше, чем Алматы, а с тем, что там такая планировка, что улицы вот такие маленькие, потому что нет никакого генплана не было как такового. Частный сектор, и вот из этого все так вышло. А, переулки, да, такие? И потом пойми, какую им там номер давать. В целом интересно, когда меняют улицы. Мне, в принципе, нравится этот движ, особенно в Астане. Там какие-то новые интересные вещи, либо связанные с нашей историей, либо вот такие международные. Там Деголь есть, например, да? Никола Тесла. Ну, типа окей. Есть же Таха Хусейн. Таха Хусейн, кстати. Это же великий поэт египетский. Да, да, да. Абай, короче. Он был египетским Абаем, он слепой, на самом деле. И у него вот про Каирские улицы. Надо объяснять, что Таха Хусейн, например, вот. Он великий поэт. Вы знаете же, да, был такой известный египетский эпос Бейбарс. Да. В этом году ему 800 лет Бейбарсу празднули. Именно. Эпос, это получается один из самых знаменитых. И, на самом деле, надо объяснять, почему Таха Хусейн. Но он изучал этот эпос тоже, на самом деле. То есть, ну, понятно, что тут международная повестка была, но все-таки надо изучать. Плюс еще, мне кажется, все-таки какие-то квоты нужны. Потому что у нас улицы на 95% состоят из мужчин-казахов. То есть, никаких женских квот там не соблюдается. Ну, и еще нет там других национальностей. Вот, например, у нас есть историк 20 века Вениамин Петрович Юдин, который для истории Казахстана сделал много. Я думаю, в других отраслях тоже куча людей, которые не казахи, которые для Казахстана сделали очень многое. И почему в честь них улицы не называть? Мне кажется, это просто дисбаланс прошлых лет влияет на это. Если раньше было так, что город, условно, на севере Казахстана, и там ни одной практически, кроме, может быть, Джамбула Джабаева или Сейфулина, нет ни одной казахской улицы, то сейчас это наоборот. Это устаканится со временем. В Астане я до сих пор вижу там Хлудова улицу, Княгинина, Петрова. Хлудов в Суричхо. И таких, в принципе, много. Вы, как уроженец Кокушетау, есть же так называемые региональные герои. И в Кокушетау есть целые легенды про некого господина Аюльбекова. А они считают, Кокушетау считают, что он реально мог стать президентом Казахстана в одно время. Есть такая тема? Да, конечно. Там ему памятник недавно открыли, кстати. Да, это у него, кажется, улица Урийского, часть него переименовали. Ну, в принципе, Аюльбеков вместе с Камалегеном и Назарбаевым претендовали на пост, как говорится, после Кунаева. И говорят, что все трое общались с Горбачевым, потому что вопрос был решен, что Брежневский картер должен уйти. Ну, это Кунаев, условно говоря. И Горбачев решил, что вот давайте кого-то из троих, ну, кто снесет. И у меня вот один покойный сенатор рассказывал такую, он был спичрайтером как раз в это время у Кунаева, он рассказывал такую историю про то, что вот идет съезд, и на этом съезде начинаются выступать люди. И начинаются вот эти Горбачевские закидоны. То есть первый выступает Аюльбеков, начинает выносить полностью Кунаева, все, что про него плохого говорит, там это, это. И говорит, вот этот сенатор, говорит, вот сволочь последняя, нас из-за этого вытащили с пичрайтами работать всю ночь, чтобы ответ писать ему. И писали они ответ от имени колхозника, который там... Где-то пас баранов, да, и услышал это, и оскорбился. Взяли несколько бутылок водки, сидели, писали ответ. И этот колхозник выходит, говорит, вот, товарищ Аюльбеков, вы на прошлом заседании так сильно хвалили Кунаева, а сейчас вот так говорите. Какой из них настоящий Аюльбеков? Или вы там, как флюгер, туда-сюда ходите. То есть, вот они такую целую речь готовили, и от Аюльбекова отбились. И почти съезд полностью заканчивался. И тут последний выступает на академическую тему абсолютно Настан Абич Назарбаев. И он как бы все выступает, выступает, а в конце концов начинает прикладывать Кунаевского брата, который был председателем, президентом Академии наук, за все, короче. И Кунаев вообще тоже этого не ожидал. Но так как последний выступает, после него уже некому выступать. И подгадала. Да, и вот эти двое человек, они дали как бы сигнал в Москву, в центр. Мы хотим быть преемниками. Но Аюльбеку не повезло, потому что его отбили. Если бы он последний выступал, может быть, он был бы нашим президентом. Ну и Назарбаеву относительно говоря, вот как он выступил, и Кунаев на него очень сильно обиделся. Говорят, я вот просто с некоторыми людьми общался, которые, они вот это помнят. Говорят, если мы видели Назарбаева, мы переходили через улицу, чтобы с ним не здороваться. Не дай бог, кто увидит. То есть полгода Абишевич ходил, условно говоря, в Апале. И когда он там уехал, и вот это в дружбе народов, вот все это высказал Кунаеву, это, конечно, все, что накопилось. И некоторые знающие люди говорят, что именно в тот период они видели Назарбаева плачущим. Больше никогда. То есть это действительно был поворотный такой эпизод в истории. Если бы Кунаев еще просидел бы год и два, например, то, соответственно, это было дождь для Туксана и все. То, соответственно, возможно, про него тоже забыли бы, забыли бы, и где-то улица в Чумангане была бы им названа, и все. То есть в Брюсселе у нас писающий мальчик, тут был бы плачущий мальчик. И Баллад остался бы сантехником, прикинь. Просто обычным. Но по-любому миллионером стал бы. Вообще, хотели выбрать там Хамаладинова, а у Ельбекова Назарбаева, а поставили все равно Колбины, да? В итоге. Ну, просто я так слышал, я точно не знаю. То есть на самом деле, понимаете, биография Кунаева, она нормально научно не написана. Еще на самом деле, предстоит еще написать биографию Назарбаева научно. Постараться абстрагироваться от всех этих, ну там, всех факторов. Потому что действительно, он персона, которую надо изучать. В нем и то, и то есть, и надо смотреть. Пытаться объективно посмотреть. Не зависит от денег Нусана Абещевича или там, хейта по отношению к нему, личного даже если есть. Поэтому, как бы, вот говорят, это еще нужно изучать, смотреть, что Кунаев просто поставил условие, что это не должен быть кто-то из них. Вау. То есть, и там уже пошли, ладно. Забегая, говорят, забегая назад, возвращаясь. Возвращаясь назад. Мне можно. Забегая назад, вы говорили про улицы, что у нас гендерного равенства нету. Вот. По-вашему, кто из женщин заслуживает своей улицы, кроме Кишадина, Креш-Перасиитова? Которых нет уже, да? Как? Сейчас. Исторически, разные периоды. По вашему мнению? Трудно сказать, на самом деле. Ну, сестра Кенисарет, это есть. То есть, женщина, которая известна. Я думаю, Тайдула Ханум, например, из Алты Орды, это Ханша, которая была, ну, как бы, жена узбека, мать Джанибека, бабушка Бердебека, еще потом жена Хазирхана. То есть, ну, прям вот, хорошая персона. А в честь, в честь целый город же есть. Да, Тула. В России. Прикинь. Тула? Тула в честь Тайдулы. Реально? Ну, есть такая версия, что Тула в честь Тайдулы. Тула, да. Ну, и куча других персон. У нас, в принципе, по истории, если смотреть, то можно много найти. Ну, у нас, например, есть Думалакана, например. Вот это вот там же. Да, Да, ну, еще, может быть, то есть, если мы там ставим памятник Байдибеку, то понятно, что и женщин тут не надо обделять. То есть, как говорится, то же самое, например, там есть Мирам Супе, у него там жена была, дочка, кажется, или дочка, или внучка Аллау Алшина. То есть, ну, соответственно, надо их всех вытаскивать и показывать. Потому что, на самом деле, по большей части, если так любого человека взять, даже если он профессионал, вывезти, показать все улицы Астаны или Алматы, ну, большей части он знать не будет, кто это. Получается, окей, выиграл в итоге в этой войне, мы знаем, кто, и вот, получается, историческое, справедливо, кто-то скажет, кто-то скажет случайность, но Республика Казахстан это реальность, становится там в 91-м году. Многие государства, и почти все, строятся на определенных мифах. Это часть, в принципе, наше строительство, да и вообще нашего жизненного пути. То есть, мы живем среди мифов, писанных, неписанных, подтвержденных, неподтвержденных. Какие, по-вашему, самые важные были тогда выдвинутые концепции мифологические именно государственности? То есть, я помню, что я был маленький, и уже был прикол с Аблайханом, например. Мудрый Аблайхан между медведем и драконом лавирует, он там, он мультивекторный, мультибрендовый, он все знает, короче, он с теми вась-вась, с теми вась-вась, при этом он держит как бы урду. Вот это один из главных. На самом деле, вот этот месседж, мне кажется, он сильно был таким политтехнологическим, и он проецировался на Нусана Бещина-Зарбаева. Вот я про это говорю. То есть, смотрите, южанин переехал с юга на север, перенес свою ставку и лавирует между Китаем и Россией. Про кого это? Ну, либо про того, либо про другого. Пам-парам-пам. То есть, параллели такие, да? Да. Явные. Ну, а можно еще одну параллель провести. Хорошая метафора. У меня коллега-друг Радик Тимиргалиев хорошую метафору провел про сравнение двух правителей Казахстана Сулук Каган и Аблайхан. То есть, в молодости они, Сулук Каган это тюргешский правитель, Аблайхан, понятно кто. Вот в молодости они были щедрыми людьми, которые, когда побеждали врагов, они раздавали всю добычу своим этим подданным. А в старости уже стали менее щедрыми, как говорится. Из-за этого их народ немножко разлюбил. И вот Сулук Кагана убили, а Аблайхан, в принципе, смог сам уйти, но, как говорится, все равно это такая метафора, что под конец жизни он смог сделать то, что в определенной степени девальвировало некоторые его заслуги перед народом. То есть, народ немножко стал скептически к нему относиться, потому что меньше добычи стал получать в экономическом плане. А, ну, это разумно. А правда, что большой миф про Кунаева, который в последние годы очень сильно и так большой, но вырос, так или иначе связывают с фигурой Тухаева? Ну, мне кажется, во-первых, это все-таки Тухаев, как президент. Любой президент должен идти за медианным избирателем. Если медианный избиратель куда-то деформируется, уходит, то, соответственно, желательно человеку, который возглавляет страну, идти за этим избирателем. Возможно, да, Тухаев имеет какое-то личное отношение, потому что при Кунаеве действительно был период роста для Алматы, то есть, это все было действительно что-то такое развитие. Но надо понимать, что в эпоху Назарбаева был выстроен как раз-таки было два конкуридирующих мифа. Миф о Назарбаеве и миф о Кунаеве. Миф о Назарбаеве государственный, миф о Кунаеве народный. Это вот была такая черно-белая картинка. Причем плюс миф о Кунаеве играло то, что Назарбаев, в принципе, немножко контраст, черно-белое. На контрасте это все игралось. То есть, родственники Кунаева, они миллиардеры? Нет. Родственники того, миллиардеры, да. То есть, черно-белое и все. То есть, он там ходил, там, ходил сам домой, там, без охраны, там, что-то такое, там, все такое. В Советском Союзе. Да, это такой миф. И мне кажется, вот как раз-таки, то, что государство пыталось натянуть одно и сделать другое, оно привело к тому, что народный миф начал обратно отстаивать. То есть, мы, если помним, вот, Пятитомник, историк Астана, там про Кунаева прям вот как раз-таки очень мало. Либо мельком, либо негативно. Вот он, вот это, вот это сделал, там, уволил человека, потому что тот отстаивал симпалатический полигон закрытия. То есть, либо мельком вообще. А человек там 20 лет правил, условно говоря. Поэтому, мне кажется, то, что государство пыталось сделать и то, что народ ему как бы противостоял, то это вот, да, было такое. То есть, и я думаю, что все-таки миф о Кунаеве это все-таки больше такой локальный алматинский миф, который стал, из-за того, что Алмата это один из таких инфляционных центров, он стал как бы переходить на весь Казахстан, транслироваться. Вот примерно так, я думаю. А правда есть такая легенда, я не знаю, правда, то, что при Кунаеве, он даже в популярности среди народа или среди даже элиты, он был менее популярен, чем Хан Штатпаев. Даже в Москве. Между собой. Даже в Москве. Это вам, конечно, больше Радик Тимир Галиев расскажет про эту историю. Но на самом деле, если так, то, что я слышал, я могу тоже ошибаться в этом плане, что Кунаев, он ревновал, по-моему. Опа. То есть это было такое. То есть да, конечно, некоторые говорят, что все-таки там ничего не было, но по сути, говорят, что вот, например, книжка Медеуса Росикеева, это вот мне мой коллега рассказывал, о том, что она вышла в Москве. То есть в Казахстане она не могла выйти. А вот вышла в Жизеле в Москве. Поэтому как бы ревность какая-то была. Ну, что поделаешь, это люди живые. Ну, да. Ну, просто вот у нас в чем проблема с нашей историей? У нас людей показывают как бы театральных персонажей, которые никак не писают, все высокопарно говорят, встают и о государстве думают. Ну, то есть, а люди все, это люди прежде всего. И надо их показывать в реальности, как они есть. Не сглаживать, не как бы это, ну, постараться объективную картину донести. Я недавно ходил на фестиваль чешского кино, там показывали картину про Васла Гавеля. Там очень интересно, потому что, ну, он герой, он во многом в современной Чехии, в Европе он герой, и даже его у нас знают хорошо. Его там цитируют, типа, лучше 20 лет, а, лучше 9 лет незнания, чем 20 лет саботажа и так далее, и тому подобное. Кто он был? Он чувак, который возглавил, как это правильно сказать, упадок коммунизма в Чехии, в Чехословакии тогда. Это какой год, 60-е, 70-е? Нет, это уже 80-е, конечно. А, окей, понял. И там есть момент, он там очень хорошо показан, он плохо разговаривает, он там немножко шепеляет, картавит. У него была одна жена, и потом он связался с другой женщиной по политическим мотивам, а потом это переросло. И он там есть момент, где он их садит обоих, говорит, вот это моя жена, это моя любовница. А вот я вот, Васлав Габель, давайте договариваться, как мы будем троем жить. И жена встает на него, смотрит, говорит, ты придурок, и уходит. И Глюпанин смотрит, говорит, ты идиот, и уходит. И я такой смотрю, говорю, про Назарбаева так бы не сняли у нас. Ну, то есть, я в этот раз, я Габелю максимально импатировал, потому что он, ну, такой глупый поступок, но это так по-человечески. Конечно. Типа, реально, как будто вот, байби-щевар и тухалвар. Давайте. Типа, посмотри, есть же, допустим, Стэнли Кубрик, все мы знаем, он вообще всю жизнь, он фанат Наполеона. Всю жизнь хотел снять про него. Снять, снять, прям все написал. И в тот же год, который он собирался снять, вышел фильм «Уатерлоу», тоже про него, но он косу не собрал. Но там, короче, друзья его и со студии примерно сказали синопсис, как бы он выглядел у Кубрика. И Кубрика, если Наполеон был максимально не жалким, а человечным, слабым, прям последние его годы жизни он там описывал. И это не вышло просто. Но на самом деле все такие локти сейчас кусают, историки даже. Блин, мы бы хотели это посмотреть. И, допустим, тот же, у нас Алмаз Хлэш, Хандей Барабзди, Ина Тахты, Кочевник. Кочевник, Алмаз Хлэш, Жавжирик Мамбала, Аманат. Ты там себя видишь, честно? Кто ты там из них? В толпе может кто-то кричит что-то, это я тут, Максим. Вот если взять фильм Аманат, который сейчас вспомнили, на самом деле он абсолютно исторически недостоверный. Это Аманат про Касмханова мечтает? Нет. А, подожди, Удала Жара это, да? Да, Тано. Аманат это? Аманат про Ермахана Бекмаханова. А, окей. Да, то есть, вообще. Шикарно, мне понравилось. То есть, почитайте Медеус Расекеева, вот действительно, когда вот есть литературная основа, это вот круто. Даже если он там что-то подслушивает своему автору, но он факты все приводит, и это вот смотрится, вот ты видишь реального человека, абсолютно вот такого многогранного, не картонного персонажа, а именно многогранного. И ты понимаешь, вот как это все развивалось. А потом посмотрите фильм. Поймете, что на самом деле в фильме даже в десятой части не показано то, что кем был Ермахан Бекмаханов. Ну, это грустный фильм. То есть, он грустный фильм, но он недостоверный. Вот смотрите, например, взять, что показывают? В фильме показывают, что вот профессор Бекмаханов встретил студентку, влюбился, женился, все, зашибись. А в реальности как было? Бекмаханов был женат, у него жена беременна третьей дочерью, и в это время он там начинает что-то делать. Ну, да, надо понимать, человеческие, как бы у всех свои человеческие такие вещи. Да, это с точки зрения коммуниста, это было вообще аморально. И то, что он развелся и женился на второй жене своей, это вообще на самом деле только человек, который как бы себе сильно уверен в коммунистической эпохе мог это сделать, потому что там бы ему... Заклевали, да. Да, заклевали бы, по сути, сказали бы, слушай, это нарушаешь кодекс строителя коммунизма, еще что-нибудь. Но, по сути, он вел себя с моральной точки зрения ну как бы, ну не совсем так, как хотелось бы видеть. А фильм показана вот такая ситуация. Плюс там показывают, ну, черепки, конечно, тоже фейк, вот там висит это. Ну, там срано было Санджаро Мади видеть Кенесары. Честно, для меня. Кто бы сыграл, по-твоему, нормально? Кроме? Иркеблан. Кроме Иркебланда. Блин, он как будто любого сыграет. Любого такого мощного Иркека он сыграет. Ну, я не знаю. Блин, ну, короче, для меня была диссонанс, это моя проблема. И вот, если Аманат продолжать, там показывают, он в Саратове или где-то там, или где он там, в Самаре, в Самаре городок, да, встретился с Халевым Гусмаговедовым, и тот ему дал Аманат, то есть завет, изучай Кенесары. Вот хороший завет. Бликмаханов сам был в Туре. Он был из Баянаула, он этого Кенесары, я думаю, с детства знал. То есть, и что-то ему там, чтобы вот сказали, вот изучай того. Он еще стал шаргинцами, общался с Хасатпаевым. Как он мог не знать Кенесары? Как вы думаете? Мог он снать, и знал его, конечно. Тем более, он в Туре. Потом еще момент такой. Его сначала же решили звание и сослали, там, кажется, в Алматинскую область, потом в Луговой Америке, там, куда-то так. И если читаешь книжку, то ты понимаешь, почему потом его в Сибирь отправили. То есть, по идее, его сослали просто в аул. А что случилось в ауле? Он взял, из-под надзора КГБ уехал в Москву, восстанавливает все свои... Короче, местный Кудибаев. Ну, вообще устроил, беспредел, честно сказать. Понимаете, как КГБшники местные испугались? Они думали, что все люди после 1937 года будут ходить в строем, а тут, ну, прошло всего там лет 15, а этот человек не боится там каких-то репрессий, просто поехал в открытую бороться за себя. То есть, это не жюри Тасыкин. ну, вот так покажите персонажа. Потом ты понимаешь логику, почему его в Сибирь выслали. Плюс еще надо понимать, когда его посадили в Сибирь, после смерти Сталина за него пришел его учитель Панкратова и конкретно Хрущева просила выпусти его. То есть, это, вот это то, что нужно показывать. Как он заставил историю Казахстанской ССР начали писать? По сути, она же была написана на проказахских позициях московскими авторами. Условно говоря, да. То есть, по сути, ну, это же, как бы, во многом связано тоже, наверное, с деятельностью Бекмаханова. Не только вот, с кого он там убедил, но еще с его деятельностью. Их эвакуировали, чем их занять? Вот давайте напишем историю Казахстана. То есть, соответственно, и человек ушел, честно говоря, как говорится, по головам. Это было такое. Он был амбициозный, молодой историк, который хотел много чего достичь. Потом он, конечно, жизнь побила, как говорится, но покажите его таким. То есть, у него там, его родственники там голод пережили в 30-х годах. Все это покажите. Покажите его конкретно таким многогранным персонажам. Ну, все-таки его свели к какому-то интеллигенту советскому, который непонятно, за что страдает. Вот проблема. А по-вашему, кто вообще за 30 лет нашей кинематографии самый достоверный, ближайший к достоверному? Какой фильм? Исторический фильм. Ой, даже не знаю, честно сказать. У меня претензии ко всем фильмам, конечно. Смотрите, у меня претензии двух видов. Одна претензия это к художественной составляющей, другая претензия к исторической достоверности. Если мы берем художественную составляющую, мне в чем проблема? У нас главные герои, они не трансформируются. Они из точки А в точку Б не идут. Считается, что в художественном фильме он должен пройти и трансформироваться. Начинать одним, закончить другим. У нас они абсолютно идеальные. В начале идеальные, в конце. Другие характеры, арки персонажей. Потому что юрта персонажей. Рассвет великой степи. Касымхан. Страдает, там что-то страдает, страдает. И что самое главное, он за 40 лет никак не меняется. Визуально даже просто. А в 65 лет он с ноги сносит людей с коня. Просто позавидовать можно, как говорится. А покажите его, каким он был в реальности. Касымхан, это был конкретный политик, который боролся за власть чужими руками. Он, Мухаммед Шайбани, давал войско, чтобы подсидеть брундука. То есть, когда к нему приехал Саид Хан, Магулистанский, он же его к алкоголизму присрастил фактически. Он его споил, да? Да, споил. И тот после этого еще страдал всю жизнь. Молодой человек приехал. Тот говорит, давай против Шайбанидов воевать. А тот не хочет все сдавать. Он как раз Шайбанидов поддерживал в это время. Своего сына Абухаира послал в Иран. А он как бы все. Это седвины были, да? Да, да. И он не сдает это. И вот реально ему лапшина уши вешает, что мы миролюбивый народ. Мы тут кумы спьем, лошадей. Нам ничего не нужно, как говорится. И, соответственно, Саид Хан так поверил в это, как говорится. Но по сути оказалось, что он очень хороший политик. Просто такие миролюбивые люди, они державу настолько широко не расширяют. То есть это был политик, который был очень эффективен. Покажите его таким, противоречимым. Как он там ссорился со своим четырехъюродным братом Ханом в тот момент. Как он с Шайбани был близок. Как он обижался на Шайбани, потому что Шайбани же тоже такой авантюрист был. То есть получается... Он тоже его родственник? Это двоюродный брат, более. То есть получается, Касым Хан ему дает войско, Шайбани ему обещает, если я покорю Среднюю Азию, я буду как бы на твое имя худбуд читать и монету с твоим именем выпускать. Да, чеканить. Что выходит? Шайбани приходит с этим войском как бы к Тимуридам. И не используя войско, он этот город завоевывает. Он начинает писать любовные письма вдове предыдущего правителя. Это была Зухрад, кажется, из рода Арген, звали ее. И вот любовными письмами завоевают город. Ну и потом, конечно, после этого Шайбани считает, ну я тебе ничем не обязан, я твое войско не использовал. А Касым Хан говорит, ну если бы без моего войска ты бы, наверное, не дошел бы до твое другое. Кому твои писульки нужны без моего войска-то? Да, и, соответственно, он на него обиделся. Вот покажите это все богатство. Как он на него обиделся. А потом, когда Шайбани умер, как он из-за этого опечалился. Все-таки двоюродный брат. И как бы после этого он своего сына отправил отомстить за смерть. То есть вот этого противоречивого Хана покажите. То есть они не показывают. Это отношение Бэтмена с Джокером, знаешь? Да, да, да. Они не могут без друг друга. Да, да, да. А это, допустим, Кжжбек, им популярный фильм, самый Ейна Эголя. Вот там есть Бикижан. Он же реально был Бикижан Батор. Ну, да. Вопросы есть. Вопросы есть. Там говорят, что он был из Щекты, кажется. Алимола Щекты. Ну, это как бы надо изучать. Потому что на самом деле у нас очень-очень много мифологии сейчас развелось везде. Вот, например, у нас сейчас... Кого только нету. В каждом роде. Вот недавно вот читал про казахского лекаря Уте-Бойдака. Слышали? Да, да. В 14 веке. В Китае там отропали лекарь. Уте-Бойдак? Да, да, да. Ну и, соответственно, как бы он там кучу китайской медицины приписал к казахской. То есть понятно, что это в 90-х годах какой-то его из потомков написал. Ну, по сути, вот такой мифологии много. Поэтому тут нужен научный подход. Садиться, смотреть, что есть в источниках, откуда это взялось. Потому что даже если написано в 50-х годах, нужно проверять, откуда ссылка взялась. Может, она неправильная. То есть там очень большая работа нужна. Поэтому, на самом деле, мы историю очень плохо знаем из Казахстана. И ее реконструировать еще очень-очень много десятилетий нужно будет. Ну и людям неприятно, когда ты популярные мифы развенчиваешь. У них же там уже целые на этом построены уже, не знаю, семейные диалоги. В книгах, кстати, и в советских книгах, и в новых фильмах, и в советских фильмах главные всегда враги казахов это джонгары. Это прям какое-то чернейшее зло, да, там, как это говорится, ата-жаума. Ата-жаума. Да, это типа просто вот казахский бич это джонгары. Но так вот немножко если разобраться в истории, то выходит ведь по-другому. Выходит так, что это просто партнеры, которые мы имели разные семи периоды. Иногда мы завоевывали их, ставили там... Женами обменили. Да, мы их загеноцидили одно время, тоже кто-то говорит. Ставили своих ставленников на их престол. Ну, тут, во-первых, много аспектов. У нас часто вообще, как бы, говорят, не только джонгары, а калмак. А под калмаками имеются все, что записывают. Ну, и надо понимать, что вот буквально если почитать монографию Типкеева, есть группа калмаков, которые на самом деле были союзниками казахов, выступали против джонгар и калмыков волжских. Это чакарские калмаки. Вот про них бы сделали бы хорошее исследование, было бы понятно. Потому что там сидело два племени, хошауты и гербеты. Кажется, из них один был тестем Жангирхана, другой там еще как-то соотносился. И это все, как бы, есть в источниках, это надо исследовать. Но у нас это, как бы, мало исследуется. Даже вот у нас сейчас трехсотлетие, но то это никак не отключается. То есть нет нормальной книжки. Вот только вот недавно книжка с Уральска Женебеки Смурзина вышла про Алтай-Батыра. Но по сути нам нужна такая же книжка, например, по Исет-Тама. То есть это тоже один из таких Батыров, который входил вместе с Букинбаем Табыном и Женебек Тарханом, один из главных полководцев Абулхайра и вообще в той эпохе. То есть у нас по каждому персонажу отсутствуют книжки. Вот даже вот недавно, Алькер Маргулан, вроде бы 20-й век, про него книжки нет. То есть, ну, Кунаев, про него нормальной монографии нет. То есть у нас везде все пусто. Это самое прискорное, конечно. Автобан Шеверонда, это миф? Историографический миф? Я бы, конечно, порекомендовал вас обратиться к Женебеку Исмурзину, который целую книжку написал про это. У него больше муча архивных моментов. Я считаю, что наши отношения с жунгарами очень сильно мифологизированы. То есть, понятно, что когда вам нужно, то есть в советской эпохе, вам нужен какой-то враг. То есть традиционный враг из эпоса Калмак, Козелбас, ну и Эндес, который на самом деле не Эндес, а по-другому звучит, как говорится. И понятно, Козелбас это непонятный враг. Это Азербайджанс. Калмак из эпосов он наложился на джунгарские нашествия. То есть это дабл враг, фактически. Дабл враг. Да. И, соответственно, еще самое главное, эти калмаки и джунгары, они как единое целое отсутствуют. Поэтому на них всех можно повесить. То есть если кто-то там что-то сделал, то на них можно всех собак повесить, и все. И как бы и казахи в выигрыше, потому что они как бы подняли свою гордость, мы-то там что-то сделали. И там, условно говоря, центр в выигрыше. Мы спасли их от этой экзистенциальной угрозы, как говорится. Ну и китайцы даже могут сказать нас. Мы тоже их спасли. Они тоже могли нас уничтожить. А мы пришли, геноцид устроили и спасли казахов, как говорится. Ну вот, все выигрыши. Я когда пытаюсь разобраться, потому что очень много было, скажем так, халмаков на территории Казахстана. Разный групп. Но потом одно время они просто исчезают. Понятно, почему, но непонятно, куда деваются их потомки. И как будто это такая тема, о которой не принято говорить. То есть вы говорите... У нас все-таки происходит такое, как бы... За 30 лет независимости, мне кажется, в Казахстане очень сильно упали в численности две популяции. Это украинцы и тулингуты. То есть, условно говоря, украинцы и дети переписываются в русских или что-то кого-нибудь, а тулингуты, они в какие-то средние племена записываются. То есть, условно говоря, вот у нас коллега собирал ДНК киреев, а потом ему объясняют, что половина кого-то собрал, это тулингуты бывшие. Поэтому у тебя результаты неправильные. Потому что они вот себя записали, им выгоднее быть киреями, чем тулингутами, как говорится. Ну и поэтому вот такая вещь. И даже вот есть один такой из знаменитых селебрити, который по происхождению является тулингутом, но он везде говорит, что он туре. Ну что сделаешь? Селебрити? Да. Поет? Нет. Ну ладно, не будем. Все, хинтов больше нет. А вот возвращаясь в экранизацию исторических фильмов, у вас есть в голове какие-нибудь пару историй, которые ваши любимые? Достойные экранизации? Достойные экранизации. Блин, на га-ни-гажок кино. Кроме Жалантоса. Вся история Золотой Орды. Потом вот есть, вот в Казани поставили балет. Золотая, кажется, Золотая Орда называется? Ага. Точно. Там вот как раз на первый план выставили историю Джаники. Джаника – это дочь Тахтамыша, жена Едыге, сестра Кадрберде. То есть она, вот представьте, ее состояние. Муж воюет против отца. Братья, как бы, и с мужем конфликтует тоже, как бы. Сын, непонятно, за кого будет, за отца или за братьев. То есть вот такая ситуация. И это, блин, ну реально сложно. Она еще в Хадж ходила, потом 500 садников. И потом она жизнь закончила в Крыму. То есть там в 1440-х годах, что ли, в Крикере, это такая горная крепость, там стоит ее мавзолей, Джаники Хатун. А, да, Крым Тей. Ну, Джаники, кажется. Окей. Да, и, соответственно, такой момент, что про ее жизнь было бы очень интересно посмотреть с женской стороны, потому что мужчины другу режут, убивают. То есть все дети Тахтамыша погибают в этих женских войнах. То есть они там, мало того, их там человек 9-10, они на три лагеря разделились и друг другом еще воюют. Едыге осаждают, требуют отдать ее и ее сына. Ну, то есть вот она все видела. И смерть отца, смерть мужа, смерть сына, короче, все пережила. И там уже в Крыму доживает, там Гирея ее там, дальние-дальние родственники там что-то там пытаются, ну, уважают ее там, дали хорошую землю, как говорится. Но вот ее посмотреть, как это вот история Золотой Рыжей с женской точки зрения. Чурьем отдыхает. Да, то есть там ужас, конечно, был. И вот это показать. Потом, что еще? У нас очень много моментов. Жень Беджирау, про него историю показать. У нас, кстати, вот не хватает персонажей младшего жуза в историческом кино. А, да. То есть ни Срым Батыр, ни Жень Беджирау, ни Жалан Тос, никто не представлен. А у Жень Беджирау точно такая же хорошая история. Я бы посмотрел даже про популярных Исатая Мохамбета. Серьезно. Серьезно. Серьезного фильма нету, да? Нету, нету. Против Жангера. И показать, на самом деле, обе стороны. То есть я бы вообще, вот если бы показывать Исатая Мохамбета и Жангира, администрации и, правда, еще кого-то. То есть и было бы красиво. Потому что у каждого своя правда, каждый бы свое показал бы, и это было бы очень интересно. Есть же такой фильм, помнишь, про французскую... Ты рассказывал, да. Да-да-да. И там вроде... Мэтт Дэймон? Мэтт Дэймон играет и там показывают со стороны властей, со стороны главного героя. И прикольно, там общая картина собирается. Ну, это все восходит как Киро Курасави, когда вот это он показал историю. Шикарно. Да, вот про этого... Вы любите Курасаву? Нет, просто у меня это вот зашел подход. То есть он показал и самурая, и его жену, и бандита, и христианина, который со стороны все видел. Но там еще момент, что, в принципе, страдал-то... На самом деле, если так взять, это же восстание не из Таймихамбета, а из восстания Родобирж. Да. Против, условно говоря, Туреи Кужа, как говорится. Ага. То есть... Ну, то есть как-то они себя всегда обособленно чувствовали? Нет, просто... Надо понимать, что у нас же до коллективизации, до голода, шершелыка, все же жили родовом как бы состоянии. Соответственно, земля родовая, если ты начинаешь урода забирать, то страдает весь род. И весь род это политическая единица. Вот как раз книжка Радика Тимир Голиева выйдет, там конкретно показано, что род имеет в виду политическую ориентацию свою. То есть он выступает как единое целое на этих севах. И действительно, это так и было. То есть Адаевское восстание, Мохаммед Тимисов, там, условно говоря, там, Жан-Куз-Жабатр, все это все, условно говоря, родовые восстания. То есть мало когда эти восстания выходили за пределы рода, когда вот кинесары, конечно, это уже уникально тем, что там все участвовали понемножку. То есть не было как такового, конкретно вот такого, что один род выступает против. А все восстания Младшим Жузьевым, точнее, не все, наверное, большинство, это основаны на вот именно тех, что родовые были эти собственности, и там кто-то их начинал утеснять. Либо российская администрация, либо какой-то хан, либо еще кто-нибудь. Ну, Адаевская, это начало 20 века. Шестой год? Ну, там же много их. Да, да. Антикоммунистические аддайские восстания, антироссийские, антицарские восстания. Что же? Адаевцы, антикоммунисты, можно сказать так? Анти-назарбаевское восстание аддайское, и таких много восстаний. Окей, А на кого изначально опирался кинесары вот так вот, как если взять первые шаги? Есть такая информация? То есть скорее всего это да, вот конечно Соренижус во многом, я даже могу сказать у меня по маминой линии там один из его родоначальников, маминых родоначальников Серкеш, он был как бы полководцем кинесары. И там какая-то часть родственников даже ушла на юг куда-то в Каратау, вроде какая-то ветка, из-за того, что вот как бы когда уходили все на юг. Но тут еще такой момент, что по кинесаре мало исследовано все. Нужно понимать за чьи интересы он там боролся и всю перипетию. То есть кинесарыш тоже был хитрый человек. То есть тоже надо его показывать не как вот такого человека, который вот абсолютно стоит и говорит театрально. Человек пытался с двух генерал-губернаторов столкнуть между собой, пытался что-то сделать. А вот, кстати, про фильмы было бы интересно посмотреть про сына кинесара. Ох. У нас это главная тема, мы уже пять раз сказали. Потому что это нечто. Это же Мандалориджи. Это Мандалориджи. Да. Это вот просто к сожалению, вот у нас не перевели источник новой истории Ташкента. Этот источник написан нашим казахским жиеном, условно говоря, у него мать из чингизинов была, внучка Аблая, султана Саржижевского. И отец был из Кужа, видимо, таджирских. То есть и он написал тысячу сто листов истории Ташкента. Начиная там, условно говоря, Аблайхана, заканчивая там взятие Ташкента русскими. Вот. А там есть и кинесарины, и в остальной интегректории. Все есть. Вот к сожалению, 150 лет знаем рукопись, 15 страниц перевели за 150 лет. Да. То есть посчитайте, если по одной странице за 10 лет, то когда мы перейдем тысячу сто страниц. А к вам не обращались к кинематографы, ну, режиссеры, сценаристы? Как типа исторический консультант? Да, на вас исторический консультант. Ну, только недавно начали там обращаться, но до этого я, у меня же такая же манера, я же все-таки что-нибудь скажу не то, а потом режиссер говорит, ну, типа, очень плохая вещь. Но я сказал, что вот это недостоверно, что, например, флаг Магулистана в Алмазской лыше, это на самом деле флаг Ирана, Шахского Ирана, по сути. Ну, то же самое, честно сказать, мне кажется, там схалтурили люди. Ну, и тоже 10 ошибок выявил, прописал, потом режиссер сказал, ну, сори, мне плевать на мнение критиков. Это же, я не ошибаюсь, Абдрашев, да? Который снимал Путь Нигида? Ну, потом я с ним познакомился, пообщались, нормально вроде, он даже мне на какую-то второстепенную роль позвал. На какую роль зимбит жрал? Ну, мне кажется, это был такой еще, как сарказм и троллинг. Ты у меня, говорит, в кадре будешь плов кушать. Вот так еще рукой, вот так. Ну, одного нашего депутата вообще повесили, там, бег был от Люхана, бывшего. Он же там шарфист, Да, он Кастуган. Кастуган. Это большая ошибка, то есть, они взяли за основу Исенбелина, теперь уже доказано, что Кастуган был потомком Едыге, жил конкретно в 17 веке, то есть, не про Чженебелина Киреи. То есть, это уже большая такая ошибка, фейл, с точки зрения истории. Ну, вот, что поделаешь. А там, если не ошибаюсь, в Казах-Хан-Дага, там был даже флаг, вот этот вот старый, фейковый, помните? Тибетский узел счастья. И там с ним ходили, как бы, я вот не могу, я читал разные по этому поводу мнения, какой был флаг у казахского ханства. Судя по всему, флага как такового не было, да? Была тамга. Курбангали Халида, описание, чтобы цвета разные были у разных ветвей чингизидов. Но это все смотреть надо. То есть, единого флага не можем мы. Ну, вот, кстати, вы сейчас напомнили, так выскочило опять. Если снимать сериал, был бы очень интересный сериал по тюркам. По тюркам, по тюркскому Каганату, именно если главным героем делать карач-урин-тюрка. То есть, это племянник Бумынь Кагана, сын из тьми, который был последним Каганом в великой тюркской Каганата общего. То есть, могилы. То есть, фактически, он был мальчиком, когда к нему китайские пастыли приехали навещать их там на Алтае. И он умер, и Каганат развалился. То есть, покажите историю вот его глазами в великой тюркской Каганата. Сделайте за ролевую модель викинги. Вот там был Рагнар, то же самое можно сделать. То есть, все покажите, как было. И западный поход, и война с Ираном, и война с Китаем, и война с Византией. То есть, размах же был большой. То есть, больше, чем у Рагнара, на самом деле. И на самом деле, есть литературная основа. Гумилев. Гумилев, он все-таки написал определенной степени литературно. Он подслуживал тюркам. Он не любил китайцев и подслуживал тюркам. И как бы немножко не объективен, но для сценариста это очень хороший материал. Ты просто бери, лакуны туда вставляй, конечно, свои, но просто Гумилев сделал все, чтобы, например, сериал по тюркам, который мог быть для Нетфликса, например, снят, он был бы готов, на самом деле. Просто сделай все. Возьми одного персонажа и проведи его через весь период. На секунду про Гумилева спрошу. Я в одно время прям перечитал, наверное. У меня дома до сих пор эти книги стоят, но, правда, уже на нижних полках. Я очень сильно зачаровался в нем. Потому что «Этногенез и биосфера Земли» это была последняя его книга, которую прочитал. А нам нужно было первую прочитать ее и потом остальные не читать вообще. То есть, когда я слышу про теорию пассионарности и как она возникает, ну, это же бред сумасшедшего. Из космоса посылается сигнал. Есть люди, которые могут ее биологически принимать и поэтому они пассионарны. Кому такое расскажи, я не знаю, тебя засмеют. Но это же так. Да. Почитайте, он же расист страшнейший. Он страшный антисемит. У него там народ химера, потому что здесь вот есть евреи, есть там чуть ли не высшие расы, низшие расы. Да, он тюрков любит, а мы тюрки любим, когда нас любят. Мы прям там все вот так возвышаемся. Мама с Туркоми спон. Она Ахмад. Как вы? Нет, нет. Она Ахматова. Но она же типа вот такая. Но смысл-то в чем? Смысл в том, что его принимать как частейшую монету, как сейчас у нас, типа, а ты читал Гумилева, но это же глыба. Вот так серьезно разобраться с этими всеми, то, что я назвал, это объективно. Я не считаю, что стоит называть еще и университет им, его именем. Он же сказочник. Ну, смотрите, есть хорошее интервью Клейна, Льва Самуиловича, про Гумилева. На самом деле, надо понимать те условия, в которых жили эти люди. Мы такие в современном Казахстане можем спокойно рассуждать о тех эпохах, но они-то жили вообще в другой эпохе, его отца расстреляли, как там говорили. И он сам, по-моему, в детстве был. Да, и вот что про него рассказывает Лев Самуилович Клейн, он говорит о том, что, ну, как бы, если мы почитаем воспоминания Гумилева, то окажется, что он три раза в тюрьме сидел за папу, за маму, за себя уже, условно говоря. И получается такой момент, что когда ты в тюрьму попадаешь, это не очень приятное времяпрепровождение. Но в тюрьме есть такой момент, что там скукота. Тогда еще смартфонов не было, и вот очень-очень скучно. И он говорит, что в тюрьме есть такое понятие, как функция шахерезады. А, окей. Функция шахерезады – это человек, который шахер как бы развлекает, рассказывает какие-то истории. По ночам. И в первой сидел, когда первый раз сидел Гумилев, вроде такого не было. Он еще был просто как бы интеллигент, который попал под раздачу, как говорится. А во второй раз, когда он сел, он уже сидел хорошо, потому что он был незаменимый человек. Он умел людей развлекать. У него был большой кругозор, энциклогический взгляд. И он, в принципе, например, говорят, сохранились рассказы про то, как он пересказывал, это наследство между Францией и Англией на зэковском языке. То есть пахан Англии, накатал маляву, паханул Франции с предъявами. И вот все это на зэковском языке. И зэкам понятно все. Паханул на зоне тоже все понятно. И он понимает, что он такой же, как и король Англии или король Франции, который не поделил власть в зоне, как говорится, с кем-то. И вот. И, соответственно, в чем была претензия у Льва Сунина Черклейна к нему в том, что он вышел из тюрьмы, и эту функцию Шахерезады он себе нес. То есть он умел популярно рассказывать, и он ориентировался на публику. И когда ты ориентируешься на публику больше, чем на, условно говоря, свое научное сообщество, тебя начинать научное сообщество не очень уважать. Поэтому вот эта функция Шахерезады, которая у него была по отношению к своей публике, она с ним и плохой, и хорошей сыграла. То есть он ориентировался на публику, много чего писал, дописывал и получил то, что есть. Мне кажется, на самом деле, многие сейчас мыслители, которые есть в России, они очень сильно на Гумилеве сконцентрированы, и они говорят о том, что вот у нас столкновение цивилизации идет. То есть вот как бы мы там против этой... С лесом, да? Да, против этой латино-славянской химеры, например, выступаем. То есть он такое. Греко, как там, греко-эти... Ну, церковь, которая... Греко-римская церковь. То есть, по сути... А у него? Да. И я согласен, что такое было, но надо понимать, что все-таки научный вклад у него есть. То есть хунну... И хунну в Китае и тюрке это хорошие книги. Прям очень хорошие. А вот такие фантазии, конечно, про пассионарность, это все-таки... Мне кажется, слово пассионарность, единственный большой плюс, это то, что русский язык расширился одним хорошим словом. Как говорится, пассионарность. То есть звучит хорошо, на самом деле. Вот взятие 30 лет независимости Казахстана. Как думаете, какие даты именно там останутся спустя какое-то время? Прямо яркое. Историческое событие. Какие войдут в учебники истории? Да. Ну, мне кажется, многие даты могут войти. Но мне кажется, во-первых, обретение независимости раз. 91-й, окей. Потом ДВК 2. 2001-й. Да. Хотя сейчас мало кто помнит, на самом деле, что было. У нас вообще люди не помнят, что лет пять назад было. Вообще нет. Все как бы, да. Память такая. Но во многом, что это, кстати, сильно зависит от того, какой режим будет писать книжки. Идеология. На книжках написано. То есть при Назарбаеве Кунаеве был плохой. Приколосится, что это вот такое вот усердненно-объективное. Просто объективно, что важно было. Обретение независимости, перенос столицы, Астана. 98-й. ДВК, не знаю, будет, не будет. Это тоже вопрос там, потому что это тоже. Потом, конечно, Жан-Озинь будет. Жан-Озинь обязательно. Да. Ну, обязательно уход Назарбаева. Потому что, на самом деле, уход Назарбаева это такая вещь, которая выдохнули многие люди. Потому что, на самом деле, если бы Назарбаев в тот момент не ушел, у нас бы было хуже, чем Беларуси. Помните, Беларусь, когда случилось там... Лето 2020 года? Да. То есть уже осознавшител. Все уже. Просто, на самом деле, уход Назарбаева, он все-таки был такой малой кровью. То есть, если бы он сидел дальше, это было бы ужасно. То есть, это тоже мудрое решение. Если бы он сидел дальше, не факт, что мы сейчас бы находились в Казахстане, на самом деле. Ну, да. Ну, уход Назарбаева тоже вопрос. 19-й – это официальный. Многие говорят, что январь 22-го. Хантар тоже будет записан. Ну, Хантар, вот как он будет написан, это еще вопрос исторической политики. Ну, да. Откуда 20-й сервис? В смысле, мы же сами между собой не можем сейчас, даже на уровне граждан не можем договориться, какой он был. Ну, а проблема в чем еще заключается? Вот ДВК. Кто помнит сейчас его? Ну, я. Ну, мы помним. Помним. Ну, а... У нас потом же Жангенов был. Обычные представители общества. Обычные представители общества ДВК не знают, что такое. Ну, только чат ДВК знают, где там тебя закидывают туда. А, да, да. Телеграфов. Аблязов потом слышишь. И ты выходишь оттуда. Почитаешь и думаешь, ой, ой. Мы просто, знаете, еще была идея как-то создать такие казахские намедни. Понимаете? С 91-го года, а может быть и раньше. И мне кажется, это самая кайфовая вещь была бы. Потому что у нас реально память, как у рыбок. Когда активисты во время вот первых, еще первых выступлений в Алматы, во время вот ухода Назарбаева, когда они говорили, мы вот единственные, кто выходят за 30 лет независимости и не помнят, что были. А, кстати, Жер... 16-й год, Адроу. Эти митинги тоже могут войти в... Ну, Бухаев. Да, то есть люди выходили до вас, а мы не помним этого. И вот намедни казахские, которые бы объясняли, что происходило год от года, на профессионал... Ну, то есть не как Парфенов, конечно, он вообще профессионал. Хотя бы что-то подобное делать было бы не как-то супер. Шестой год Шанрак. Шестой год Шанрак, Алматинская. Да, ну, насчет земельных митингов я вот слышал. Во-первых, кажется, это единственный момент, когда студенты Евразийского готовы были спокойно выходить. Это, кажется, единственное, что их могло зацепить на выход. То есть это первый момент. Второе, говорят, что я не знаю, насколько это было правдой, то есть это все люди рассказывают. Многоходовщик? О том, что... Нет, песня была, знаете, такая золотардынская песня, не халда. Золотардынская? Да, Кастуган-Жирау. Ну, постзолотардынская, ногайская, можно сказать. Когда он описывает, что ничего не осталось там. А-а-а. То есть вот у меня там то-то забрали, это забрали, это забрали. Кайф. Да, и вот, говорят, что это был каким-то таким, одним из таких гимнов, вот этих земельных митингов. Найти были песни, да? Не, она в интернете есть. То есть вы можете взять, там, я забыл, а это пиво споет. На Genius.com, скорее всего, слово есть. Не, не колду, забейте песню. Потому что прикольно, типа, какая преемственность, да, вот этого эпоса, который нам вообще присущ, культурный. Ну, просто ее современные сейчас перепели в состоянии, и это как бы звучит актуально. Сымамбек. А слова вот эти, Кастуган-Жирау. Угу. Кастуган-Жирау. То есть мы определили, да, около шести, кажется, да, события. Ну, до 10. Девять-то восьмой, 2001-й, 2006-й. Ну, в Шанрах непонятно. Да, нет. В Шанрах, наверное, больше не понятно. Одиннадцатый. Ну, на самом деле, надо дождаться, в 24-м году у нас выходит семитомник, историка Астана. И что там будет, вот как раз будет интересно посмотреть. А кто автор, если не секрет? Там группа, наверное. Куча историков. Это академическая, да? Христоматия, по сути? Не менее 300 историков будут принимать участие в этом написании, потому что у каждого будет свой параграф, там, семь томов. Я верю, что в Казахстане есть 300 историков или больше? Не только 300, не только Казахстан, а там будет за рубежа. 300. Каждый этап, он может быть по-своему. То есть вот у нас золотарынский этап, золотарынский том третий, но там большая часть не из Казахстана. Потому что в Казахстане очень мало. У нас даже, например, взять нумизматика. У нас нет в Казахстане сильных нумизматов. И все это, все нумизматы зарубежные. Вопрос сразу. Потому что об этом, я помню, ругался как-то даже в соцсетях. Монеты деканились в период казахского ханства. Вот взять период казахского ханства. Монеты, кроме Турсун хана из Ташкента, есть у нас? Есть, но они анонимные и непонятные. Анонимные монеты? Ну как бы не то, что там не написано. Хан, год не написано. Соответственно, поймите, что это за монеты. То есть это большая проблема. Они просто пользуются серебряной дирханной и других людей? Ну, там были медные, там все было. Но вот проблема в чем? Мы же на самом деле историю-то не знаем. Вот смотрите, у нас есть вот один источник, имам Кули хан Наме. Я, кажется, рассказывал. Дай про него. Ну, а вы посмотрите. Да, ну вот смотрите. Там было два хана. Кельды Мухаммед, казахский хан, который уходит из Ташкента, приходит в Фергану, начинает там править. Кельды Мухаммеду. Логично? Кельды Мухаммеду. Он там был, Кельды Мухаммеду. Да, и потом его сын Абул Мухаммед. Он дальше правил. Там они оба в Фергане правили 30 лет. То есть с ними имам Кули хан как-то взаимодействовал, писал, пытался дочку взять замуж. Источник известен 50 лет как. Никто его не переводит. То есть вполне возможно и какие-то монеты там есть. Потому что 30 лет они жили где города. Там Фергана, там одни города, там монеты куча, может быть. Но никому это не нужно. И не переводят источники, и монеты не смотрят. Поэтому когда нету такого интереса, условно говоря, тогда и мы никаких открытий не делаем. То есть, например, вот недавно у нас нумизмат известный, Павел Николаевич Петров, он в принципе на золотаринском форме доказал, что нашел монеты потомков Ардейжена. То есть на Сардарье. Конкретно Тамгу показал, конкретно Гада показал, то есть 1280-1350-е. Это же наши чуваки, да? Ардейженовская племя. Да, да, да. Это старший брат Бату. Потом они пресеклись, получается. Ну вот, их монеты нашлись. То есть, я думаю, просто у нас еще большое белое пятно вся наша история. И поэтому какие-то нужно производить действия. Ну и потом, может быть, что-то найдем. Может быть, монеты этих ханов найдутся. Может, еще какие-то ханы. Мы очень много, мало знаем, на самом деле, по 17 веку тем более. А ты почему спрашивал про эти события? У тебя продолжение есть? Вопросы? Не-не-не-не. Я думал просто всегда мы про историю говорим, которая 100 лет или более. Нам говорят, почему вы живете в прошлом. Нам всегда говорят, зачем вообще историю изучать? Надо вперед смотреть. Все там гугли, здесь кремниевая, силиконовая долина, а казахи опять копают своих батыров и в каждом роду батыры как бы. И реально иногда задаешься, зачем нам это интересно? Ты не задаешь этим вопросом? Чтобы знать, что? Ну, ты знаешь, что ты имеешь, органы и так далее, своих батыров, регионов. Да, но меня интересует история государственности. Меня интересует, прежде всего, история государственности. Потому что это стало оружием других государств. В смысле? Оно мне нужно не как оружие, а как щит от оружия других государств. Да-да-да, я про это, то, что другие начали манипулировать. Ну, то есть, мы же часто слышим, у казахов не было государственности, у казахов не было письменности, казахам подарили государство, на эти земли были казаков, эти земли были русских, эти земли были тех, эти земли были тамтых. И поэтому мне очень важно понимать, откуда есть пошел я, мой народ, ну и мое государство. А потом они говорят, все мы люди мира. И потом уходят... Какого мира? Русского? Уходят в Африку, бро, дальше. Все мы вышли из Африки. Нет, нет, Закс, по-вашему, зачем нужна история? Такой простой, глупый вопрос. Я уже всегда говорил, что история есть двух уровней. История профессиональная, она нужна профессионалам. То есть люди просто интересуются с детства какими-то нюансами. И вот им реально интересно знать какая-то мелочь. Идут баталии насчет каких-то реально мелочей. Это вот профессиональные историки, которых на самом деле очень мало. По классному ханству я могу там 5-10 человек причислить, которые можно сказать, что у них есть какой-то уровень. По золотой роде, конечно, их больше. Но по другим периодам вообще их почти что нет. И соответственно, вот есть профессиональная история. И главная цель профессиональной истории, это вот как раз без боления за своих, без попыток политизации разобраться, как все было. Это понятно, это один момент, это действительно есть. И нам желательно, чтобы все-таки у нас профессиональных историков было больше. Потому что проблема у нас большая с этим. У нас и в советское время было все не так уж хорошо. А теперь еще хуже становится. У нас как бы, вот как называется, современные наши историки, они вот как бы находятся между условно говоря, деколонизацией и в фольк-history. То есть, ну, то есть, если вот колонизация, то есть, такое бремя белого человека, когда вам пытаются объяснить историю. Ну и есть вот как бы попытки, то есть, ты должен деколонизироваться от этого всего, но ты не должен уйти в фольк-history, потому что многие уходят в фольк-history. Это же эмоции. Азинается, Мурат Аджик? Да, да. И там, Чениксан, Казах и все остальное. То есть, это вот как бы такой момент. То есть, профессиональных у нас должно быть все больше и больше и больше. Хоть, слава богу, сейчас после Назарбаевской эпохи, хоть как-то начинается выправляться все с наукой в целом. А второй момент – это профессиональная история, ой, национальная история. Это когда историю начинают использовать как инструмент идеологии, инструмент повышения национальной гордости. И вот, кажется, Брубеккер, один из хороших исследователей национализма, он сказал, что на самом деле профессиональные историки для государственных идеологов – это то же самое, что производители мака в Афганистане и для потребителей героина в Нью-Йорке, как говорится. Мы снабжаем, условно говоря, рынок важнейшим сырьем. Ну, кто там, да. Они уже дальше там перерабатывают, как хотят. Смотрят, что-то… Бодяжат, не бодяжат. Да, где-то вот суперконцентрат делают, а где-то там… Кому-то крэк. Все выкидывают, да. И, соответственно, надо понимать, что труды профессиональных историков всегда будут использоваться идеологами. И от этого не убежать. Это везде есть. И в Китае есть, и в России есть, и где-то еще в других городах, государствах есть. То есть, в Казахстане, я думаю, пока еще с этим даже такого нету, на самом деле, стремления. Ну, во-первых, это связано с тем, что у нас идеология такая замораживание проблем. То есть, пока совсем уж сильно не болит, пока рука может сжиматься, тогда еще можно работать. Пофиг, что гниет. Ну, и это было действовано в 90-х годах. Сейчас я не знаю, как это. Сейчас нужно уже спрашивать тех людей, которые этой идеологией занимаются. И, получается, у нас не выстраивается таких вещей, которые на идеологическом плане делаются. Например, можно привести пример. Есть знаменитый формат шоу. Есть вот шоу «100 великих британцев». Потом было «Имя России», например, шоу. «100 великих украинцев» было. В Казахстане нету «100 великих имен в истории Казахстана», например. А у вас есть в голове не 100, хотя бы 10? У меня есть, но, понимаете, вот такой вот момент. Ну, во-первых, у меня профессиональная деформация, я всегда больше средневековщиков буду выставлять. Это раз, момент. Ну, «100 века» там ограничено количество. Во-вторых, надо избежать тройболистских моментов, потому что часто бывает составители каких-то вещей просто своих родственников промоушн делают. То есть вот туда поставим их, они же великие. И третье, надо ориентироваться на истории. То есть вот история того же Бекмаханова, если показать, как она реально есть, без вот этого всего там советских соплей, таких по интеллигенции, как говорится, там реально человек стоил того. То же самое показать людей, вот столкновение Ташенова и Кунаева. Это же тоже политики, оба как-то это. На самом деле, многие говорят, безобилие, как бы я никого не идеализирую, это как бы один из них просто купил любовь к казахской интеллигенции, раздавая квартиры. И Манголит Исмагометов, по сути. То есть это как бы советский Исмагометов, по слову говоря, можно так сказать. Поэтому как бы тут такой момент, что, как говорится, нужно это все пытаться показать, как оно было, и показать это так, чтобы это было понятно людям, за что он попадает в этот список. Классно, классно. Хорошо объяснили. А вот хорошо сказали про Тасмана Амбетова. Я в плане того, что недавно его же вот назначили, ну буквально, что где он сейчас? ОДКБ. Да, он говорит, потому что Запад бесконца снабжает там орудия. Лучше не говорили ничего, да. Да-да-да, потом спокойно у нас принимается он. Вообще, как вы считаете, вы же еще и политолог, роль Казахстана вообще сейчас в нашем регионе? Джамар говорит о том, что какой должен быть вектор внешнеполитической деятельности Казахстана и какое он место занимает сейчас в регионе и в мире. Ты это понимал? Да-да-да, просто с учетом Китая, России. Ну, во-первых, от географии мы никуда не денемся, это такой момент. Второй момент, надо понимать, что, как бы, мне кажется, Запад, он, и почему с Россией так активно они действуют, как мог бы быть, потому что он боится, что он толкнет Россию в объект Китая. Уже Россия, как бы, немножко теряет. Говорят, что вот в результате этой войны, получается, у нас в регионе Китай и Турция с Азербайджаном, как бы их ставки выразошли, то есть их влияние выразошло. И это во многом из-за ослабления России происходит. И Китай, кажется, первый раз, когда сказал, что вот мы теперь являемся грантом террориальной целостности Казахстана. Да-да, когда приезжал он сидит недавно. Ну, потому что у них тут много сырьевых точек. Ну вот, интересно. Хорошая гарантия, как говорится. Да. И вот такой момент. Мы к своей географии, как бы, приговорены к определенной политике. Конечно. И на самом деле, во многом, мне кажется, политика Аблайхана, которую мы рассказывали в 90-х годах, она все-таки должна иметь место быть. То есть, это такая вещь, от которой никуда не денешься. Поэтому все-таки мы тут приговорены к этому. Ну, и как бы понятно, что, скорее всего, если говорить про санкции Запад, я думаю, что Запад все-таки... У нас, во-первых, экономика от этих санкций выигрывает. То есть, мы, как бы, одни из тех, кто в этом плюс находит. То есть, как там говорят, у Задорнова был такой диалог. Ну, Задорнов раньше был все-таки нормальный сатирик, до тех пор, как я не начал его нести. Про американцев. Да. И, как бы, он там рассказывает, что вот видит еврей, как два... Уже хорошо. Две толпы русских начинают драться между собой за что-то. Он берет телефон, набирает и говорит, как там, забыл, кому он там... Ну, говорит там, Мойша, приезжай сюда. Здесь тут начали драться. Говорит, тебе скоро они подерутся и захотят пить кваса. Ну, учти, 10% мои, за то, что я тебя позвал на нужную точку. То есть, Казахстан должен рационально вести себя в этом. Понятно, что то, что творит Россия, это... Россия в Украине, это преступление против человечности, это, ну, как бы, на уровне нацизма. Но Казахстан на официальном уровне не может ничего сделать, чтобы облегчить это. И, как бы, ссориться с Россией, мы просто... Это политически невыгодно. Ну, это вот такая позиция есть. Они сказали недавно, МИД сказал, что наша позиция не пророссийская, не прокитайская, не проукраинская, а про казахская. И действительно... То есть, у нас есть только интересы. И эти интересы, прежде всего, дружбы, вражды там какой-то. Казахские интересы, как говорится, прежде всего. Ну, наш МИД и наша официальная власть не могут свою позицию, понятно, высказать, но тот же митинг про за Украину в Алмате и Астане, мне кажется, говорит. Ну, это хорошо. То, что показывает то, что у нас есть... На самом деле, вот митинги, то есть, юрты эти, это, в принципе, показатель того, что общество наше-то понятно с кем. Юрта супер, кстати, пиар-ход вообще. И она такая soft power. Понимаете, юрта же не про войну же. И она реально... Она же не просто... Как называется? Юрта несокрушимости. Несокрушимость. Реально, юрту ты сломаешь, неважно чем, там, градами, искандерами, завтра я такую же юрту здесь поставлю. Не завтра, а через пару часов. И юрта бесконечно, юрта... Супер экологичная. Она вечна. Поэтому такой момент, что все-таки государство у нас в узком коридоре находится. И как бы трудно... Я просто, конечно... Мне жалко тех людей, которые, в принципе, потом это все решают и потом попадают под огонь критики. Это их, конечно, выбор. Они все это делают. Но они делают то, что могут. Помните, у Назарбаева была фраза «Дальше будет хуже», «После меня будет хуже». Мне кажется, не то, чтобы он там это... Как называется? Бола шахта, Болджага, Натам Далай. Ну, заванговал. Ну, просто объективно, реально, при нем первый доллар сколько стоил? Боже мой, конечно, будет дальше хуже. Это, знаешь... Это естественно. Мне кажется, это манипуляция, типа... Да. Я всегда говорил, 90-е случились не потому, что Советский Союз распался, а потому, что Советский Союз был. Ну, тут надо понимать, что еще, когда говорил он «Дальше будет хуже», он для кого это говорил? Кому будет хуже? Да, он говорил родственникам и крупному бизнесу. То есть, да, придет человек, который скажет, что ну, это несправедливо, поделили мы все. То есть, соответственно, безусловно, для них будет хуже. Потому что, действительно, у нас такая страна, в которой одни олигархи все владеют, и, на самом деле, налоги платят маленькие. Это просто... Это реальность. То есть, я уже везде говорил, что, на самом деле, есть такое понятие, как соотношение бюджета к ВВП. Да. И это, на самом деле, очень важное понятие для того, чтобы понять, какое государство у вас, правое или левое. То есть, в правых государствах соотношение бюджета к ВВП 33%, в левых государствах 50%. В левых государствах я Европу имею в виду. Понятно, да, социалистические. В Казахстане 20%. Было, по крайней мере. Сейчас, может, что-то поменялось, но фактически мы даже ультраправая страна, с точки зрения, для бизнеса. Это потому, что мы социальное государство, да? И Нур-Отан постоянно влево. Кажется, мы суперкапиталистическая страна. Да, то есть, у нас для богатых все сделано. То есть, богатый может уклоняться от уплаты налогов. То есть, там, у него, смотришь, ресторан хорошо работает. А если поднять, вот там, когда скандал был, что показывали, что в месяц один ресторан зарабатывает 300 тысяч тенге. Это ужас какой-то. Они там за три часа заработают. Мне кажется, самсучная, самсачная, самсучная. Как правильно? Самсучная. Самсучная. Как будто я обматерил все брать. Мне кажется, оно сделает за день больше. Ну да. И, по сути, у нас нету таких налогов, которые могли бы снижать социальное напряжение. Потому что во многом эти же богатства, они были получены в определенной степени, ну, не совсем, как говорится, легальным путем. Конечно. Поэтому, как бы, безусловно, нужно вести более справедливое распределение этих всех. И хотя бы до уровня Америки добраться. До 35%, например. Ну, там налоги. Процессы подчастую забирают. Ну, сырьевые, допустим. Что, заработали, допустим, за иностранные компании? Дальше только нам. Там же и не только иностранные есть. Там, основной прикол, то, что вот эти девальвации были очень приятно встречены, там, скажем, сырьевыми экспортерами, поскольку... Ну, понятно, почему. Они в долларах, а тут в тенге. Да, да. Дальше. Ну, понятно. Маленький вопрос, который, в принципе, немножко автопный. Когда мы говорим про историю Казахстана вообще, да, вот есть, например, Польша, да, история Польши. Я эту книгу читал. У них очень интересно все построено, и во многих европейских государствах так. У них история начинается с 966 года, с принятия креста. То есть, с принятия христианства. После этого все, история Польши, там, их короли, династии, тогда сюда пошло-пошло-поехало. Когда мы говорим про казахстанскую историю, она идет, я не знаю, с первых поселений на территории Казахстана, потом мы изучаем андроновцев... Блондины. Да, медный и железный век. Потом мы изучаем тюрков, потом мы изучаем пост-тюрков, мы изучаем кипчаков, мы изучаем вплоть до монгольского нашествия и дальше и тому подобное. И в итоге у человека, который выходит из-за школы, такая каша в голове. Об этом говорила Камила Смогулова. Согласен. То есть, ты знаешь Томирис, но ты нифига не знаешь, что было в 1986 году. То есть, в 1986 году ты думаешь, что вышел Назарбаев за независимость. Но это не так. Не так. И поэтому есть такая позиция, почему бы в школе не начинать с какой-то точки, которая имеет отношение, собственно, к Казахстану или к Казахам. Ну, какая точка была, по вашему мнению? Не, ну тут тоже будет большой спор между разными историками. И у меня тоже профессиональная деформация есть по этому поводу. Все-таки точку какую-нибудь поставьте. По-вашему. Откуда начинается история Казахстана? Вот именно казахской государственности. Я могу назвать узловые моменты. Так, давайте. Хунну Мадешенюй. Тюркский ханат. Образование Улуса Джучи на территории Казахстана. Ну и, конечно, наверное, казахское ханство и Алаш. Ну, к казахскому ханству все-таки из этих всех... Это условное название, честно говоря. Из всех этих перечисленных вещей все-таки больше подходит Улус Джучи, да? Тюркский ханат – это круто, конечно, но это... Прямого отношения, наверное, не имеет. Нет, ну как бы это было на территории Казахстана. Да. Но много чего было на территории Казахстана? Ну, все равно отношения определенно имеет. Просто с... Государственности. Вот если взять вот как бы с точки зрения физической антропологии и генетики, то это, безусловно, у нас прямая такая вещь без искажений, линия преимущественности. И по физической антропологии, и по генетике это вот Золотая Орта. Золотая Орта. Но до этого все-таки наши предки были разными. Были там, были ся... Колыбель казахской государственности – это больше золотой. Точка рождения, да. Это все-таки золотая орда. И с нее правильнее было бы начать? Понятно, что все остальные периоды можно изучать в университетах. Слово «правильно» уже носит политически мотивированный оттенок. Для меня разумно было бы. У меня такая позиция, я никому не навязываю свою точку зрения и не считаю, что у меня какая-то правильная есть дата. У меня нет правильной даты. Я понимаю, что любое явление – это сложное. Поэтому лучше правильную дату пусть определяют люди, которые этим занимаются. А я этим заниматься не буду. Если бы Тони Сопрано был казахом, он бы не отсылался к древнему Риму, да? Он бы отсылался к чурскому каганату? Кому? А он отсылал бы, наверное, к Бердебеку, который всех своих братьев мочил на правые на лево. Смотрели Сопрано? Сопрано смотрели? У вас рубашка очень по-сопрановской, так скажем. Было бы интересно посмотреть, как, например, Бердебек в Сопрано ходит к психиатру и рассказывает, как вот вчера убили моего брата двоюродного. А она кипчачка же тоже такая. И у него к нему тоже чувства есть. Тоже не одного рода. Ну, вроде он сам заслужил, но все-таки как-то в кабине есть. В конце сезона ходит, у него сон. И там он видит, как две рыбы, и одна говорит, что предала его. Да-да-да, всегда так рефлексирует. Вот про тюркскому каганату, наверное, не совсем правильно, но вот у нас, если сейчас не нынешнее время рефлексировать, есть у людей, у которых антироссийские, антиамериканские взгляды, они говорят, надо идея туран. Вот всегда говорят. Пантюркизм. Пантюркизм. Вот. Ну, моя реакция такова. Обязательно перед, под кем-то быть. Я вот не хочу. Всегда быть под кем-то. Я халю, ну, независимы. Болгымыз гелет. Да, просто мен түрктер біргуымыз герек немесе. Кастайга карсы төтеп беруымыз герек. Ресейге карсы төтеп беруымыз герек. Сіздің ойынызғалай. Я считаю, что, во-первых, когда идеи вот такие происходят, тот же, например, ваххабиты, когда там, ну, салфиты там уходят, это все происходит от вакуума идеологического. То есть люди, когда у вас нет единой повестки, то, соответственно, там какие-то идеи очень простые, легкие в понимании, они вот как бы могут быстро распространиться. Просто сейчас из-за того, что это как бы они все конкурирующие, там никто из них не доминирует, потому что все очень простые идеи, как бы вот есть пантюркисты, есть вот взять-поделить коммунисты, там есть... Исламисты. Да, исламисты, которые там еще что-то говорят. Соответственно, это все такие вещи, которые на самом деле очень простые. Но если говорить про пантюркизм, то надо понимать, есть, мне кажется, две составляющие. Есть такой романтический пантюркизм, который есть среди определенных группы населения, который считает, вот, мы должны быть такими, такими, такими. И сочувствуют им. Это чисто вот у них такое состояние души, как говорится. А есть еще прагматика. И получается, в прагматике часто пантюркизм, вот, на данный момент, он все-таки имеет большой шанс, потому что... Вот почему Евросоюз объединился? Потому что другие страны европейские... Германия и Франции устали воевать между собой. Они друг друга уравновешивали. Это было, как бы, равновесные страны. И другие страны не боялись, что они потеряют свой, как говорится, независимость, суверенитет из-за какой-то из этих двух стран. Потому что не было такого большого, массивного ядра. Было два ядра, и вокруг этого все ядра, все, как бы, двигалось. А насколько это у нас работает? Нет, я не уверен, что это, как бы, начнет еще и работать, как говорится. Но я к тому, что нет у нас боязни Турции во многом, потому что она не является таким массивным ядром, которое, там, перетянет Кастан, условно говоря. Ну, мы не грецы, да. То есть, поэтому, как бы, во многом те вещи, которые происходят по спантюркизмам, это, с одной стороны, это вот такие вот эти, как его романтизм, а с другой стороны, политическая необходимость. Потому что, на самом деле, я думаю, там все-таки повестки у всех стран разные. Каждый пытается навязать эту повестку всем другим странам. Ну, и где-то там находит общий знаменатель. Ну, и у Эрдогана не зря же пишет сюда, приехав, а то про Амсда. Ой, Эрдоган... Вы же знаете этот пост знаменитый. Эрдоган, это, на самом деле, такой же политик, как и Путин. Конечно. Он человек, который хочет выиграть следующие выборы опять, как говорится. Поэтому, кстати, будет самое интересное посмотреть на турецкие выборы. Там как раз очень хорошо их ударило же под их и инфляция, и вот эти вот проблемы, которые последние скрылись после землетрясения. Я уже не говорю про проблемы с беженцами, я, кажется, до сих пор... С чем-чем? С беженцами сирийскими. Потому что там же еще и проводятся операции. Ну, он же себе... Вот, надо честно сказать, вот лидер сейчас мусульманского мира, хотя это официально не мусульманская страна, официально, она за ирлами... Она не исламская, но мусульманская. Да, но это Турция ж. Надо признать, и арабские, и российские. Считалось, или считается даже в некоторых странах, что Путин имеет очень большой рейтинг в каких-то исламских странах, еще в каких-то африканских странах за счет против Запада и ЛГБТ. Хотя, на самом деле, понятно, что как бы он-то не против ЛГБТ сейчас воюет. Он же родители... Как он? Родители один, родители два. Ну, это же просто... Это просто... По приколу. Обертка. А по сути там... Дед забыл принять таблетки, да. Ну, как там некоторые шутят, что на самом деле самое большое количество ЛГБТ это как раз вот в том месте, где Путин работает. Просто их называют не политкорректным словом, а совсем не политкорректным словом. Прикинь, да? В КГБ берут чисто по этим. Есть же такие подразделения, больше не были. Один из министров иностранных дел СССР, ну, не министров, точнее комиссаров тогда, был же как раз ЛГБТ, причем открытым. Ага, окей. ЛГБТ? Да, Шипилов. Меня послышалось КГБТ. КГБТ, это интересно. Потому что в то время люди с ЛГБТ-принадлежностей могли очень искусно вести двойную игру. И поэтому они неплохо подходили под разведывательные различные эти. Шипилов, по-моему, или Литвинов. Кто-то из них. Это который при Хрущеве, что ли, был? Чуть раньше. Нет, подождите, при Хрущеве, там Громыков пришел. Громыков, да. Нет, раньше, 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 раньше. Это еще сталинский. Ну, наверное, не мой период, как говорится, Амир. Еще недавно... Вообще, сегодня максимально глупые вопросы, наверное, от меня. Нормальный? В общем, есть такая мысль. Я недавно на один босс изобрел там, я так понял, это наша молодежь, но она про коммунисты, так скажем. И они называют, ну, условно, большинство наших ханов, если даже не всех, узурпаторами и тиранами, которые просто, ну, обживались, опять же, в то время пролетариями, так скажем. Ну, типа, угнетали бедный казахский пролетарский народ. Как вы вообще относитесь к этому, что у нас очень сейчас этот неокоммунизм, даже не неокоммунизм, дело в том, что он под личиной старого, он среди особенно креативной вот индустрии молодежь, там почему-то очень много их становится. Что бы вы им сказали, как вы думаете? Не, ну, на самом деле, вот эта вся картина, это абсолютно, конечно, с исторической точки зрения, лживая, абсолютно. То есть, надо понять, что ханы, на самом деле, власти в казахском ханстве сильной не имели. То есть, вся их власть основывалась на материальных ресурсах. Когда у нас были сильные города в Золотой Орде, ханская власть была сильная. Как только Тамерланд все это разрушил, все зависит уже от того, любят тебя рода и племена или не любят. Компромиссная фигура. Соответственно, кто кого там, на самом деле, как говорится, эксплуатировал, это тоже большой вопрос. Это было, типа, во времени, как у данов, они просто, допустим, эксплуатировали Британию, ну, Англию, они брали у них, допустим, приходили, кто сеял помидор, я не знаю, сено какое-то, ну, нет, бидай, вот, бидай, арба. Они брали у них вот бидай, у этих были хлеб и так далее, и так далее. Это же не так было, да? Как наши ханы правили вот в местностях? Ну, они что-то брали, но, на самом деле, честно сказать, у них не было власти сильной. Как только он терял поддержку, это могло закончиться тем, что ему голову снесут. И даже вот Абулхайр, когда выступал к России и постарался им, построите мне город, это на самом деле ресурс, дайте мне ресурс, называется. И плюс он пытался сделать так, чтобы его дети унаследовали престол, потому что ханов-то избирали. То есть еще не факт, что ты будешь избран. То есть не нравится все. Бюллетени не кидали по 20. Не было такого. Нет, учителя указов. Там уже не понятно, если ты неправильно проголосуешь, то может это все закончится очень плохо. То есть есть описание, например, очень хорошо, это описание из Ильханских курултаев. Вот когда есть три персонажа на место Ильхана, который в Ильханате правил. Ну, это Хулагу. Кто такой Ильхан? Ильхан это типа хана Ирана. Да, Хулагу. Хулаги из Хана, они которые правили в Иране, в Азербайджане. И там был такой момент, что когда начинались выборы, сначала выставлялись кандидаты, потом становилось четко понятно, кто станет ханом. И те кандидаты, чтобы сохранить свою жизнь, старались, мы тоже его поддерживаем. Снять свою кандидатуру. Да, конечно. А это не было? Это как Ассар с Нуратаном потом вместе. Да, но бывали разные моменты. Вот, например, узбек, он не был, узбек-хан, когда он не был с фаворитом на своем Курлтае. Он просто взял и использовал запрещенный прием. Объявил всех как бы этими предателями, что они хотят меня убить. Просто всех сам убил. Как говорится, ну вот, хорошо. А все, кто оставшиеся были, он их подкупил через там свою мачеху Байалум, как говорится. Поэтому все могло по-другому, все по-разному. Или вот, например, Курлтай после смерти Абулхайрхана, старого, который узбекский еще. Он как умер, да, и тут на Курлтайе вроде как уже собирается кого-то выбирать, и тут прибегает Муса потомокидыге. И весь Курлтай сразу перестраивается. Расклассил поменялся. Поэтому как бы выборы вот такие были, на самом деле. А вот смотрите, есть же история, что Таукехану отрезали ноги. Да, то есть он... А, да. Ну, то есть, насколько он был эксплуататором, что кто-то взял, пришел и отрезал ему ноги. Ну, это не эксплуататор, это Николас Витсон писал. То есть мы не знаем, что там, как ему что отрезали и до какого периода. То есть никогда это было еще на самом деле. До какого периода? Ну, как бы... Ага, ну окей. До какого места? Да. И вот это мы не знаем. Но на самом деле тут такой момент, что... Вот интересно вот такой момент. Был же такой момент, когда российский посол приехал к Астану, и Тауке там сидит... Дектор Саламанка. Ага. Ну да. Дектор Саламанка. Говорит о том, что вот когда заслушиваем послание наших правителей, надо встать. Вот к тому моменту Тауке уже мог стоять вообще. А тот мог вообще просто на самом деле не знать. А Тауке там начал что-то там отшучиваться, что-то такое был момент. То есть вот это тоже интересная история. На самом деле вот тоже вот когда говорим вот Тауке, вот у него, да, были проблемы. Был еще у нас парализованный хан, но это как бы соседняя история. Бильбарс. Это харизмский хан. То есть он шибанит, который был на территории Кастана. Так. Где-то, наверное, в Западном Кастане, они жили в Ногайской Орде. И он, Ильбарс и Бильбарс потом взяли и покорили харизм. Причем Ильбарс был вроде нормально, а Бильбарс, он парализованный был частично. И он на конях, короче, запрягал в карету, не карету, а колесницу. И как бешеный носился. Вы же сказали, викинги, как там вот этот, айвор бескостный, да? Ивор. Ивор бескостный. Да, да. Деболность. Ну или Франко Делана Рузвель во времени. Ну да, то есть такое надо показывать, потому что на самом деле то же самое Абулхаир, про которого вы видели, старый. Старый, да. На самом деле, что с ним было-то? Он по конечной жизни у него частично был парализован. Да, да, да. И вот есть там переводы сочинка, как к нему Хусейн Байкара приезжал. И они там полчаса спорили по поводу того, как должен Хусейн Байкара поклониться Абулхаиру. То есть он говорит, я больше, чем на намаз поклоняться не буду. То есть как бы, ну как я богу, ты что, бог что ли, чтобы это? Ну и как бы они сначала вот так спорили, 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 потом сели. Потом выпили вина. И уже там начали себя по-другому вести. И вот эти истории были бы интересны, если бы показать, как они были. Как он там стал наполовину парализован. Хусейн Байкара, вообще интересная про него история. Он же автор гератского, тимурлистского возрождения. То есть Алишер Наваи, его бы не было, если бы не было Хусейна Байкары. Хусейн Байкара был и воин, и авантюрист, и любитель искусства, и науки. То есть он кучу денег выделял на все это дело. И последние золотарнский ханы, дети Ахмата, который стоял на Угре, они же после поражения двое бежали к нему и жили в Герате. Афганистанцы, веже, все время. Да, а потом оттуда целое сочинение переписали и обратно вернулись в Золотую Орду, как говорится. Поэтому там история очень богатая. Все это нужно показывать. И истории эти прям... А вот ханы же не часто прям хан умирает на своем посту. Часто наоборот. Вот вы и сказали, то есть Касым подсидел в Бурундука. Да? Ну, или Бурундука, неважно. Звучит смешно, да, подсидел в Бурундуке, эллины Бурундуки. Нет, мы казахстан. Да, чипедрел. Вот. Получается, просто Бурундук потерял поддержку и от него сказали, ладно, давай, салам алейкум, мы пошли к Касыму. Примерно так и выглядело. Ну, ему просто уже все было понятно. То есть лучше свалить, как говорится, чем там как-то гибнуть в этой... в таком бесславии. Он и уехал в Самарканд. Это как бы... Никто его там лично не вынуждал, но я думаю, так и было. Какой был Аблайхан закончил? Аблайхан. Знаменитый Аблайхан, о котором мы сегодня четыре же ты сказали. Ну, вот есть. В конце, в последние десятилетия своего правления он там, у него был конфликт большой с аргынами, которые бессмерамцы, то есть каракисековцы и вот эти все четверка. Куандык, Бегендык, Шекендык. Великолепная четверка аргынов. Я, кстати, Куандык, я могу жутить. Только если это можно говорить. Вот у них конфликт был с этими, потом еще другими. Поэтому как бы у него там уже под конец жизни там немножко было такое ослабление идет власти. Во многом, конечно, связано, наверное, все-таки он стал менее щедрым, чем был, когда он был более молодой. Даже вот на самом деле, вот если взять Аблхаир казахский, Аблай казахский, даже про них, мне кажется, нормальной монографии нет. То есть у Аблхаира есть Ерофеева, но это только первая монография. Там вопросов еще гораздо больше много. То есть как он себя ввел под конец жизни? Почему он на барак уже бросился, как говорится, вот так? То есть там очень много моментов. И на самом деле их жизни тоже нормально не изучены. У меня всегда интересовало, я нигде не нашел. Условно, Монтурчу залп светский рейдж, а на векте на латном болсах. Основных ханов, если возьмем, мы можем приблизительно сказать, при каком хане какая у нас территория была? Примерно. И у кого самый большой, это Назарбаев, да, просто спойлер? Касымхан. Касымхан? Я думаю, приема было больше. То есть мы видим, что при Касымхане, там, к сожалению, нету таких конкретных данных, нету там никаких карт, ни границ, там это все. Но мы видим, что при Касымхане ужались все. Сибирское ханство, там сибирские строящие в Россию побежали, там, условно говоря, там, Нагальские Мурзы побежали в Крымское ханство. То есть, в принципе, при нем, скорее всего, была максимальная территория Казахского ханства. Если на современный лад, это как территория? От какой? От Кулкумест? Ну, это по-любому Кирганада. Это трудно сказать, это нет источников, поэтому как бы это все будет спекулятивно. Это Астрахань, Асаратов? Я точно знаю, что при нем была самая большая территория, а дальше уже все. Больше, чем современный Казахстан? Приблизительно где-то сопоставимое. Кто был после Касымхана? Мамаш. Мамаш, и Мамаш, наверное, про него говорил. Касымхан принял страну с этим, оставил с этим. Принял страну с Брундуком, оставил ее. Нет, просто это уже ядерный бейгол. Все мы знаем, откуда эта фраза просто. Ну, Касымхан, кстати, действительно, наш Юлий Цезарь, так посмотреть. И Радик Термогриф как-то сказал отлично, что если взять историю казахского ханства, то, к сожалению, она будет идти скорее вот так вот по графику вниз. То есть, есть типа Золотая Орда, и она вот так вот потихонечку, конечно, с перебивками, как вот с внешним ритмом, но тем не менее, график будет идти вниз по оси вот Ю. На самом деле, там надо сказать, что 18 век был всплеск. То есть, на самом деле, вот у Радика есть хорошая статья как раз про 18 век. Казахский секрет называется вроде. Казахский секрет? Секрет, да. Секремит, секремит. Да. Секрет. Про то, как вся территория, которую мы имеем в Казахстане, как наши предки ее смогли реконкистой отвоевать. Реконкист? Да, Казахская реконкистая. То есть, джунгары, калмыки, условно говоря, туркмены, башкиры, киргизы, каракалпаки, все от нас пострадали, честно сказать. И мы, как бы, не надо там выставлять наших. Казахстан никогда не завоевывал чужие земли. Это я прикалываюсь просто. Только возвращал, да? Да, только возвращал. Возвращайтесь в родную гавань, да? Где каракалпакизация орала? да. И по сути, реально в 18 веке казахам очень-очень сильно повезло. То есть, если так реально взять, ну, это как бы, тут, как бы, надо понимать, что я говорю тут немножко рационально. Китайцы устроили геноцид джунгаром. Главные выгодопредобретатели казахи. Калмыкии хотели убежать от российского вот этого гнета и освободили территорию от Олги до Урала. Пыльный похож. Да. Потом, когда там какая-то мутная история про то, как нам Букейская рода досталась. Говорят, там, если бы еще бы это через год занесли бы, то и Павла не было бы. Не факт, что у нас была бы Букейская рода и вот земли западнее Урала. Да, да, да. То есть, и тут в 18 век просто вот тотально везло. И, конечно, от нас очень многие народы пострадали. И вот в начале 18 века численность казахов была сопоставима с другими народами, которые их окружали. К концу 18 века нас стало в пять раз больше. Из 400 тысяч до 2 миллионов. И, соответственно, вот все. Супер. Это отлично. Я статью обязательно найду. Почитаю. Вы тоже почитайте, уважаемые зрители. Условно, даже перед Ашашвахом голод был на севере Казахстана в 20-х годах. Был еще тупикстанский голод. Были локальные голоды. То есть, я вот недавно съездил на Запад, там говорят, тоже был свой голод в 20-х годах. То есть, у нас эта тема вообще не разработана и не изучена. Ну, там же говорится вот как раз-таки вот 20-й год, когда первый голод был, что казахов было больше узбеков. Это однозначно. Ну, да. Ну, теперь узбеков в два раза больше, чем нас. Ну, типа, можно понять удар, какой был для нас. Это еще очень скромно взято, может быть, два с половиной. Ну, вот. Ну, надо смотреть эти даты. Я вот как раз не являюсь специалистом по этому периоду, но я понимаю, что, безусловно, удар был большой по связи с голодом. Вот лично моя семейная история. У нас, у дедушки было 14 братьев и сестер, и выжило только двое. Он еще двое. 12 умерло. Ну, один потом ушел на войну, и вот их осталось вообще двое только. И, соответственно, вот такая история, это как бы нормальная для северного Казахстана. Да, именно. Там голод совсем уж сильно прошелся. Есть теория о том, что, как это правильно сказать, демографическая доминация Копчаков на севере полностью была перечеркнута именно шашлыком. Насколько вы с этим согласны? Потому что я слышал от Копчаков такое. Типа, раньше нас было так много, но пришел шашлык, и теперь нас стало очень мало. Ну, мне кажется, это истории многие... Я такие примерно по структуре истории многие слышал. Я думаю, что все-таки они не были доминантами. То есть, там все-таки не обязательно они доминировали. Это раз. Второй момент, я такое слышал, например, про башкирских Кипчаков. То есть, они говорят о том, что, например, почти все восстания мы устраивали, и поэтому мы большей части страдали. Нас было раньше четверть населения башкиров, сейчас нас совсем мало стало. То есть, ну, это надо смотреть, потому что без конкретного изучения, то есть, то, что вам сказали тезисы, это ссылок нету. То есть, откуда взяли данные? Это все просто такой разговор и еще от самих Шикипчаков, который, на самом деле, как бы говорит о том, что у нас просто, если вот так взять, например, какой метрод возьмешь, скажите вашу численность. И обычно они говорят численность, которая, ну, раза в два, может быть, больше, чем оценочная численность на основе, там, других характеристик. Мне кажется, Арган на самом первом сейчас. Есть, да, есть статистика какая-то, хотя бы предъявительная. Это большой вопрос, на самом деле. И была хорошая статья у Ракишева, это какой-то Ракишев один есть, который взял на основе Теншпаева, посчитал данные наших численностей родов. Но тут есть такой момент, надо учитывать, что, когда мы говорим про рода, некоторые рода же свою генетичность потеряли, она распорилась. Ну, вот алшины, например. Да, вот алшины. Алимолы, байолы, это, по сути, один род алшин. Еще Тевкелев их отмечал, и отдает часть алшинов. И даже вот в присяге писалось алшинчик-то, алшин торт края, алшин такой-то. Это все писалось в присягах. Сейчас они не помнят, что они алшины, по большей части. То есть алшин стал названием Кшижус, то есть общее название. И, соответственно, они себя одним родом алшином не считают. Поэтому, и то же самое с уисунами связано, с старшим жузи, поэтому они себя единым родом не считают, и как бы в переписи они, скорее всего, будут называть себя там Адаи, Берыш, там Байбакты, но как бы единым так себя не будут называть. И поэтому, как бы, а аргины, то есть алшины доминировали в Кшижузе, уисунами в старшем жузи, поэтому из-за того, что они доминировали, они между собой переругались, и начали между собой делиться. А аргины не сильно доминировали в Среднем жузи. В какой-то части они воевали, ну, как бы, соперничали с Кипчаками, в какой-то части с Найманами, в какой-то части Кирьедами, Киреями. И, соответственно, у них из-за этого как бы общая личность сохранилась, потому что, ну, как бы, кругом непонятно кто. А если бы они доминировали, соответственно, они бы, сейчас бы они не считали себя отдельно и общим названием Оргын, они вообще считали, я Хараки Сек, я Атагая, я Атагая. Вот так и я вижу такие наклейки Хараки Сек отдельно, ну и без Оргына. Но при этом они помнят, что они Оргыны. В смысле, это просто типа, что я внутри какой-то такой-то там. Но в целом нет такого типа Оргыны, кто такие Оргыны? Вот сейчас спроси у Адая, который например, не знает все эти темы. Кстати, ты хорошо знаешь младший Жузн Ру Ларн? Ну, точно хуже Джахслуга. Ну, понятно, Ру изучает. Вот есть там Ру такой интересный. Ну, у меня много там друзей. Сык. Не-не-не. И мне вот интересно то, что Сык называют теми, кто принес на младший Жузн религию. Да, это вот имеет место быть. На самом деле, когда у Тевкилева писали Рада, они их записывали как шахлар. Шейхи, на сути. Вот это такой момент. Но еще самый главный, самый большой анекдот с Исыками. У нас Балгинбаев был из Исыков. И говорят, вот вообще название Байтирек, это название Ихурана. Вот когда ставили Байтирек, это... Есть такой, кстати. Пробихнули, как говорится, родовую повестку. Они хуже, получается? Шейхи, проповедники. Можно сказать, алшинские хуже. Алшинские проповедники ислама. Интересно их, ну, типа, в исторографии когда они появляются? Ну, это имя. Вот непонятно. Это все надо изучать. Но надо понимать, что они шахлар записывались изначально. А сах это одного человека им. Сейх, шейх. А-а-а, вот оно что. Не было, я шкерис яхты. Лесгериттеншкам. Да-да, примерно такое. Это как этот... Бата от Фатиха произошло. Тоже не очень очевидно, но понятно. Не очевидно, но да. Вау. Не знаю, вы часто бываете на казахских застольях? Ас, Бергенде... Ватой. Недавно вот были на АСИ, на ОЗШаре, который организовал Один Рот. Насколько нужно делить эти, ну, большинство, мне кажется, мифы, которые рассказываются на таких вот последелах, насколько надо делить? Вы, наверное, слышали много. Ну, много же можно. Надо их перепроверять. Потому что, на самом деле, некоторые вещи, они могут оказаться и, в принципе, достоверными. То есть просто нужно брать это все, записывать, фиксировать и проверять, как можно. То есть, на самом деле, проверка можно через генетику. Может быть, вот если у нас в Чижире какие-то рассказы, они же могут легко проверять с архивными данными из российских архивов 18-19 веков. То есть все это можно проверить. Просто это нужно подходить, постараться абстрагироваться от своей родовой принадлежности и понять, вот реально или нет. Да, я же говорю, у меня этот... Вот Аузашары сейчас пошли же. Каждый Аузашар, который я хожу с родителями там... Ты мне отправлял уже какое-то видео? Там все время разговоры. Сначала про ислам, потом про Украину, Россию, Катай. И потом... В конце? В конце архивское превосходство над казахами начинается. Этот архун, вот этот архун, Алла Шурда архун. Ну, это же Тони Сопрано. Тони Сопрано. Я уверен, что у всех, у всех родов есть такое там на Западе, а дается то же самое Бирыша. Черкеши все говорят, там Кирей здесь говорят. Это просто реально крутая казахская тина. Главное, чтобы в каком-то мы... Что-то нас объединяло, конечно же. Больше, чем разделяло. Вот эти разговоры о Рдахат, на самом деле, разговоры о погоде в Великобритании. То есть такой же small talk, который, в принципе... Маленький этикет, да? ...призван для того, чтобы понять, кто ты в системе координатов. Ну, есть такая шутка, погода в Англии, это как... Ну, на английском погода в Англии, это как ислам говорит. Сунни о шиа, говорит. Норм. Ну, да. Вот. Кстати, вот по поводу Сунни и Шиа, ладно, закончим вот этим вот. Мы как-то недавно говорили здесь на подкасте, что очень много реликтов шиизма есть в казахских именах, типа Али Ахпар, такой-то Али, 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 Али и так далее. Насколько есть информация о вот именно шиизских, я не знаю, поселениях шиизских ли, или шиизском влиянии именно на Казахстан? Я думаю, что все-таки это немножко преувеличено. Потому что, на самом деле, Али, это же все-таки один из халифов. Да, это четвертый раз. И надо понимать, что у многих суфийских тарикатов села была замкнутая на Али. А Мухаммеда Ханафии, там от кого-то и Визуму, Хасан Хусейн. То есть он такой один из важных персонажей в этой цепи. Соответственно, это как бы такая часть. То есть если они это все пропагандируют, ставят, это не значит, что они шииты. То есть это все-таки, мне кажется, просто они вот... Больше суфийская тема, чем шиитская. В Казахстане, да. Супер. Понятно. Ну, то есть шиитов у нас нет? Не было? Я думаю, там минимум... То есть у нас не как погода в Лондоне, да? Что-то было, то это прям экзотика. Экзотика? Ну, надо до сих пор, типа, шииты... Кто такие шииты? Нас же не понимают, мне кажется, большинство. Пофиг вообще. Ну и нормально, в принципе, я не знаю. Вот нам только этого конфликта... Вот нас как будто в Казахстане больше летут. У нас такие конфликты языковой, там такой-то, такой-то. Идеологический. Да, осталось только сейчас ввести вот этот шиитский, сунинский конфликт в Казахстане, вообще дичь была бы. Да. Рахмед, что, пришли? Да. Спасибо, что... Кайфово посидели. Да, мне кажется, надо повторить раз в год, я не знаю. Просто такой... Ага, дискурс. Да. Я хотел сказать треп, но окей, пусть будет дискурс. Кубер, Рахмед. Рахмед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова